Всем привет, это YouWebDesign. Вы слушаете наш подкаст про веб-технологии, про нас и про вас. Ой, громкие темы. Вот что бывает от плохого интерфейса. Нельзя просто взять и научиться программировать. React — это плохая идея. Погнали. Так, мы, как обычно, гоним не сразу, а с небольшой преамбулой. А в смысле, это мы уже пишем, что ли? Мы, конечно, уже пишем. Тогда, короче, преамбула такая. Знаешь чего? Давай сейчас зайдем на наш канал, на который мы выкладываем все наши подкасты. На YouTube. Да, на YouTube. Я просто хочу немножко, так скажем, наказать. Или я не знаю, как сказать-то. Может быть, как-то пожурить. YouTube.com slash YouWebDesign для вновь подключившихся, не знающих, куда они попали. Да. Наказать, отругать наших слушателей, наших смотрителей, я бы так их назвал. Стационных смотрителей, стационарных смотрителей. А то, просто последние подкасты не смотрели ни хрена, по сравнению с предыдущими. Ну-ка, давай посмотрим на листинг видео. И действительно, 2,5 тысячи. Вот она, цена Блиц подкаста. Пониженные просмотры и передачи. Не очень понимаю, это цена Блиц подкаста? Цена того, что вы все поехали в сад, значит, картошку копать? Ну, для картошки рано, так что в Турцию. Как только ее открыли, сразу все от нашего подкаста отлынули. И прильнули кардогану лично. Или это все-таки цена того, что мы записали коротенький подкаст, его много раз не открывали одни и те же люди. Или, может быть, просто troll face, это слишком попсовый мем, и все, ой, все, спопсились, не хотим слушать, знать вообще. Я вас призываю посмотреть почаще вообще, смотреть подкасты, не пропускать их, если вы случайно пропустили. Потому что там все равно много инфы интересной. И мы, на самом деле, обидимся просто на вас и не будем записывать ничего. Да, и слушатели обязательно потом пересматривайте нас еще в видеоформатах. Потом, может быть, в 3D будем, в 5D. Да. С брызгами там, с запахами. Кроме этого, я хочу напомнить, что на youwebdesign.ru можно оставлять в сайт-баре свои комментарии к следующему подкасту. Уже появилась новая штучка, новый пост, куда можно предлагать темы. Нам очень много предложили в этот раз. Хоть и мало смотрели, но много предложили. Я не знаю, это будет так зависимость такая, продолжаться или нет. В таком случае много, смотрите, пожалуйста. И у нас... Есть кнопка еще у нас. Есть кнопка, которая выделена. Выделена, ее все видят. Поддержать проект. Я вас призываю, вот прям сильно призываю, нажимать на поддержать проект. Нажимать на Яндекс.Деньги, возможно, если они у вас есть. Или на PayPal. Youwebdesign.ru slash donate. Для тех, кто не видит, куда я нажимаю, для наших слушателей. Вы прям можете по памяти потом писать youwebdesign.ru slash donate. И поддержать действительно проект, потому что мы тут сидим, потеряем. Каждый раз выбираем для вас темы. Готовимся, в том числе переживаем, читаем ваши комментарии. В том числе переедаем, пока готовимся. Ваши комментарии в том, что мы все не так делаем. И его дизайн не торт скатился. И не был никогда тортом. Поэтому, чтобы все было хорошо, как обычно. Чтобы мы могли, как обычно, записывать все в том же формате. Возможно, вдруг у нас, допустим, устареют микрофоны. Я хрен его знаю. Вдруг у нас будут планы все-таки камеры, наконец-то, купить. ПО устареет, потому что вышел шестой скринфлоу, который надо заново покупать. Да, потому что все-таки, все-таки, если вы хотите поддержать проект каким-либо способом, то призываю вас youwebdesign.ru slash donate и погнали. Да, погнали. И мы прям сразу ныряем в рубрику дизайн. У нас как бы рубрики уже размываются, как границы между Россией и Турцией. Вот, поэтому, да. Но все равно оно у нас как бы стендалон дизайн такой. 10 правил от Ника Бабича для эффективного дизайна форм. Вот как ты думаешь, что даже первый Ник Бабич, как обычно? Естественно, нам уже даже предлагают шуточки в паблик, что... Блин, блин, надо придумать темы для подкаста. Почитаем Ника Бабича. О-о-о-о! Я вот именно так этих китайцев с сортами, с этими, о-о-о-о, изображаю. Ну, давай. Вот, в общем, да, про UX, как обычно, у нас первая тема. И Ник Бабич нам говорит, что формы, они же как бабы, они везде. Как бабич. Да, и без них никуда, никак вообще. Я сейчас представил, что у нас мужичич еще будет какой-то. Да, мужичич, не дай бог. Про что он интересным будет писать? Ну, хотя бы не про мобилу, сэр. Да, ну так, в общем, и здесь, опять же, не про мобильные, а просто про любые формы. И не будем распыляться долго. У нас сегодня хоть и не Блиц подкаст, но мы все равно такие собранные, сжатые. Как мочек шерсти. Как под амфетаминами, как кулак, я не знаю где. Веб-кулак. Веб-кулак, ну. Готовьте лица свои. Первое. Упорядочите все поля в форме логически и спрашивайте только то, что необходимо. Потому что форма, она же как разговор. Так, вы же не будете в первом разговоре у девушки спрашивать, где у нее будет. Телефон. Ну, первый, телефон, может, и будете. Запиши номер моего айфона, именно так-то. Привлекать ее внимание. Ник, скажи ник свой. Да, скажи свой батлтег в батлнет. О. Или просто скажи про свой первый сексуальный опыт. Вот такое, на пикап курсах нужно идти по главной пешеходной улице города и спрашивать про первый сексуальный опыт. Так. Мне друг рассказывал, я сам не знаю. Так вот. И в формах нужно тоже спрашивать только то, что вот в первый разговор можно спрашивать юзернейм, пароль для вновь регистрации. Я имею в виду форму регистрации сейчас, да. Если вас спрашивают юзернейм, пароль в других формах, не пишите туда. Это, скорее всего, мошенники. Так вот. И спрашивайте в логическом порядке. Не в том порядке, в каком у вас программисты в архитектуре базы данных заказали. Первое – это ID. Впишите, какой у вас будет ID. Ну вот да, вот без таких глупых вопросов, пожалуйста. Если это селекторы, и там выберите день недели, не начинайте вас пятница. Начинайте с понедельника. Или с воскресенья, если вы в US находитесь. Вот, кстати, это важно. Потому что некоторые делают, чтобы с воскресенья в России находятся. Да, то есть какой-нибудь дейтпикер выбирают, американский, и не локализуют его, не меняют. Вот там всего лишь изменить-то один массив настроечек. Возьмите, форкните, измените, как бы, и сделайте адаптивно для ваших пользователей. Второй пункт – все поля располагайте, пожалуйста, в одну колоночку. Не надо вот этих вот в две колонки, и юзер не будет знать, в каком порядке их заполнять. Сначала первый столбец, потом второй. Или надо переходить, так скажем, как в шахматном порядке, слева направо, слева направо, слева направо. Ну, слушай, вот это я, честно говоря, это только дауны не поймут, как переходить, не переходить. То есть никаких проблем, по-моему, с двумя столбцами не должно возникать. Ты будешь на бабичек, значит, или прямо в эфире? А я мужичу. Ладно ты мне в приватной беседе скажешь, вот, слушай, Санек, вот Ник Бабичка тут херню делает. Очередной раз, да. Нет, так нельзя, на самом деле. Ну да, окей. Я предпочитаю думать, что, а как будет на телефонах? А на телефонах все равно в одну колонку придется лежать. А как ты у девушки спрашиваешь, в две колонки или в одну? Вот знаешь, сначала имя, фамилия, а потом первый сексуальный опыт. Нет, сначала имя, потом первый сексуальный опыт, потом фамилия. Ты как бы, ты же не знаешь, как перепрыгивать. Ну вот да, всякое может быть. Но лучше, лучше делать в большинстве случаев в одну колонку, чтобы точно конфузов не возникало никаких. Окей. Нет, в комиксах, понимаешь, даже если слева направо приходит, там ты понимаешь, что все равно надо снизу вверх читать, сверху вниз. А тут наоборот. Тут у нас сначала левый столбец, а потом правый. Ну вот видишь, у тебя конфуз. А вдруг это комиксный гай заполняет импуты, и он будет правилам не тем следовать. Следующее, уменьшите количество импутов. Ну это опять же, это классика, что не надо сразу спрашивать там номер паспорта. Вы потом, вы сначала заманите к себе, как замануха пользователя на сайт, заберите у него хотя бы логин и пароль, а потом уже при первом заходе скажите, блин, чувак, оставь-ка свой номер паспорта, а то ты не сможешь дальше там ничего у нас заказать. Я еще хочу обратить внимание, что у Ника Бабича, у первого из всей планеты появился iPhone 7. Обратите внимание на фотографию. Причем здесь вернулись именно к дизайну пятого айфона, как бы шестой их уже не очень. И да, это круто. Для наших зрителей, ой, для наших слушателей это прям интрига сейчас будет. Также сделайте, чтобы легко было пользователям вводить, если, где вы услышали про нас, и input text, не надо так делать. Вы оставьте несколько галочек, так скажем, generic ответы на вопросы, там, по телевизионной рекламе, газетной рекламе, реклама на сайте, или другое. И когда жмешь другое, появляется текстерия. Не надо вот этого конфуза сразу заставлять вводить, там, заставлять вводить. Не надо сразу этого делать. Четвертый пункт. Пусть поля будут у вас того размера, которого они заслуживают. Не надо имя делать во всю страницу. Имя обычно не больше, там, десяти, там, пятнадцати символов. Сейчас какой-нибудь Иннокентий, надо слушать, скажем, да. Сейчас какой-нибудь, да, действительно. Или вот эти классические шуточки, введите свое имя, и имя должно содержать минимум четыре буквы, а там Ян имя. И все, и проблема. То есть, вот имя поля пусть будет у вас коротенькое, хотя бы. Они причем намекают, точнее, Ник Бабич, что в Скайпе вот такая хренатень. Не очень хорошая. Да, да, то есть, мы-то вот боимся на него гнать, а он на Скайпе не боится гнать. Его обрубят рубильник, что у него в Скайпе аккаунт отвалится, и все. Не сможет на опорке работу принимать. Пятое. Лейблы должны следовать строго над инпутами. Ну, понятно, что когда оно слева, там, справа и так далее, оно вроде понятно, но вы как бы... Вот по Нику Бабичу, если его методически следовать, то каждый лейбл должен быть над инпутом. Я тебе больше скажу, если взять стандартный Delphi, может быть, кто-то еще программировал, то там сразу лейбл, есть прям такой объект, лейбл плюс вот эта хренатень, плюс сам филд, и будет лейбл именно сверху. Ну, там-то пацаны знали, это же для обучения был язык, поэтому... Я думаю, Delphi это не язык, это среда разработки. Ну, Pascal был. А потом они уже форкнули Pascal и добавили туда некоторые, и это стал все-таки язык. Шестое. Используйте маски. Я вот так это перефразирую. То есть не делайте три инпута, в котором надо каждый там... Ну, знаешь, как раньше в адобовских продуктах, введите серийный ключ. И там надо было в каждый инпутик переходить. Здесь четыре циферки написать, но в следующем четыре циферки. Вы делайте маску, просто пишите четыре циферки, потом у вас языки программирования понимают, ставят черточку автоматически. Ну, короче, делайте маски. Это несложно, уже есть куча библиотек и так далее. Мне еще нравится, когда само перескакивает. Да, согласен. Когда что-то делается само, это в принципе круто. А когда перескакивает, тем более. Ну и там, опять же, лейблы там подписываете, что кого, как вводить. Ну, кстати, про лейблы здесь будет сейчас. Седьмой пункт. Не используйте текст placeholder вместо лейбла. Они должны быть разные. Лейбл должен обозначать, что вводить. То есть, пасворд, например, пароль. А placeholder должен означать либо пример пароля, например, qwerty. Либо должен содержать там не менее шести характеров. То есть, символов, да. Погоди-ка, то есть, если я заменю, у меня будет сначала сверху написано must have a list six characters, а внутри пасворд. Нет, многие просто placeholder заменяют лейбл. И мы уже говорили, что это плохое. В смысле, лейбл не делают вообще. И мы уже говорили, что это плохая практика, потому что если ты начал вдруг вводить уже и забыл, что вводил, то ты потом, тебе придется все стереть и заново посмотреть там пасворд. А, это я пасворд вожу. А, qwerty. Да. Вдруг ты начал вводить пароль, ушел на обед, не довводил. Мернулся, блин, что я вводил. Ну, мы уже шутили эти шутки, реально. То есть, да, обязательно... Это восьмой пункт. Да, это восьмой. И здесь сразу есть скрин, как прикольно. Если вдруг вы хотите именно в placeholder это использовать, вы делаете, чтобы вы нажали на input. И у вас placeholder сместился вверх на место лейбла. И даже уже нам в комментариях на YouTube советовали крутой, так скажем, кейс, как делать. Лейбл сделать абсолютным позиционером внутри инпута. А когда ты input фокусишь, лейбл уводить наверх. И по факту семантически это остается лейбл. Но по UX мы это видим сначала как placeholder, а потом это становится лейблом. Вот такая вот загогулина. Отлично. Восьмой пункт. Делайте четкое разделение между обязательными пунктами и необязательными. Здесь на скрине на самом деле не очень четко. Просто optional написано маленькими буковками и все. Я предлагаю жирные красные звездочки для обязательных полей. Слушай, всегда смущает, когда тебе нужно заполнить тысячу полей, но из них все опциональные. Это всегда смущает. Да, на поняла вы тогда это спрашиваете. Да. То есть у кого-то вот кроме меня, моей Энглса стрит, еще что-то есть что-ли? То есть я один такой лох? И я начинаю закрадывать за сомнение. Да. И сразу автоматически хочется ни один опциональный не заполнять. Ну и пошли вы в жопу тогда. Не хотите, я-то я не скажу ни при каких случаях. Да. Девятое. Не используйте кнопку Reset. А именно сбросить всю форму. Видимо, когда-то такие были. Я, честно сказать, не застал. Может быть, напишите в комментариях, где это было, в каких фильмах. Нам сейчас опять скажут. На минуте такой-то это сериал там. В South Park. В Misfits, да. Или там в South Park 12. Это было в Simpsons. Так вот, была такая кнопка, видимо, сбросить. И ее случайно жали вместо Submit и заново все приходилось вводить. Ну, слушай, мне кажется, мы, наверное, с тобой когда-то встречали такие кнопки. Но это действительно говно, когда она еще у тебя и как Submit выглядит. Да, она еще вот здесь на его антипримере, так скажем. Там написано, что она выглядит как Submit такая же синяя. И это совсем тупняк. Ладно бы она была, знаешь, как обычно делают, одну кнопкой, а вторую просто ссылочкой. Такой незаметной. Что ее вот только тот, кто не подписывается на рассылку, вот тот, кто не хочет подписываться, он ее найдет, а так ее не найдут. Поэтому, ну, если хотите оставить резет, то хотя бы так. И десятый, последний пункт. Сообщения об ошибках должны быть четкими, понятными и чтобы было видно, к чему они относятся. Ну, здесь сразу пример. Опять же, он андроиды сраные приводит в пример. Лайк, если андроид сраный. И здесь поп-апом выводится сразу весь массив ошибок. Ну, на самом деле, если не применять к мобилкам, я часто так делаю, весь массив ошибок над формой выводится, или Аяксовой, или после перезагрузки и отправки пост-запроса обычным способом. Так не надо делать, надо, чтобы под каждым этим выводился. И это, на самом деле, даже и не сложно сделать. То есть, как бы, просто надо заморочиться и пожалеть своих юзеров. А лучше еще и делать клиентовую валидацию, чтобы сразу сбоку всплывало, типа, а тут вот это, не введено у вас. И здесь пример фейсбука показан. А именно, например, регистрации на фейсбуке. Уже многие не знают, как выглядит регистрация на фейсбуке, потому что все там уже зарегистрированы годы назад. Но она есть. И там есть клиентовая валидация, и сразу все красным выделяется. А как вас зовут? А как у вас фамилия, наверное, будет выводиться там, и так далее? Честно говоря, ужасно как-то выглядит, ну ладно. Ну, ужасно не ужасно, а работает. Поэтому Марк-то знает, что делать. Да, итого. 10 пунктов, не будем заново повторять. Наше мнение с тобой, Никита, нас же всегда просят. Ник Бабич, как обычно, делает очень практические советы, которые мне всегда нравятся абсолютно. Но только бы вот это все запомнить, потому что он здесь столько всего пишет. Каждый раз это вот маленькие детали, деталечки, которые надо прям вот себе записывать в тетрадочку, которую ты каждый раз открываешь при создании интерфейса. Надо просто, да, делать чек-листы. И в этом ничего зазорного нет. На самом деле, мой коллега, он постоянно предпочитает думать и делать чек-листы, распечатывать их и на стенку вешать. Что прям ему маячило всегда. При создании формы сделай. И такая тетка с пальцем вперед такая, типа, ну как это. А ты записался в доброволице? Так. И тут, хоп, у него чек-лист и 10. И ты прям мысленно ставишь говорить. Так, error messages я сделал. Так, поля у меня нормального размера. Так, лейбл сверху. Все, 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 все. Все, форма нормальная. Ник Бабич молодец. Отлично. Хотя нам многие пишут в комментариях, а он вообще кто? А чего вот вы его читаете? Где справка от старшего по подъезду? Хочется как-то интересно узнать вообще. Он, с ним стоит считаться? А то вдруг он хрен с горы, а мы его советы используем как, как, так скажем, как данность принимаем. Поэтому не знаю даже. Не знаю, да. Надо будет ресерч провести. Ладно, следующая тема. Ховер мертв, да здравствует новый ховер. У нас как бы продолжение UX идет. У нас сначала по UX, первые две темки. Да. Хотя слушай, и третья темка тоже будет по UX. Кстати, да, да. Она у меня хоть и в браузере не открыта, это сюрприз. Почему третья темка не открыта в браузере? А вот увидите и узнаете. Мне нравится тут морковка сразу первым. Да, это, нет, уже хотел про нее сказать. И это блог Instacart Design. У них вот эмблемка морковка. И это как король умер, да здравствует король. Вот ховер умер, да здравствует ховер. Мы очень быстро по ней пробежимся, потому что нам нужна вся суть. А вся суть в том, что Джордан Стаництия, не знаю как правильно. Уже хорошо пошло. Он нам говорит о том, что вот жили мы себе, не тужили в феврале 2013 у них в компании. И делали просто интерфейсы с ховерами. Потом вышли Chromebook Pixel и Microsoft Surface. То есть тачскриновые планшеты с клавиатурами. Ну, грубо говоря, тачскрин ноутбук. Это как бы не ноутбук, а два в одном. И сейчас типа два в одном ноутбуке это довольно обыденно. То есть уже и Dell и любые HP уже сделали вот эти раскладушки, которые можно по-всякому вывернуть и завернуть. Да, довольно даже тоненькие, прикольные. Ты вот видел такие? Не знаю, не помню. Ну, в МВидео прям даже что-таки есть, а не реклама. Нет, я имею в виду, что в руках прям не держал, как говорится. Как не держание? Знаешь что, ховер-то я хочу вам напомнить слушателям и зрителям и себе, и тебе, что ховер-то когда ты наводишь указателем на что-нибудь. На какой-нибудь. Указателем мыши? Дурсором? Нет, ну а допустим, если я навел там не мышью, а там, я не знаю, стилусом. Трекпадом. Допустим, да, трекпадом. Стиусом-то это будет тот же эффект, что и пальцем. Ну вот да. Ну и короче говоря, нам, как его зовут опять забыл, Джордан, нам Джордан говорит, что вышли такие ноутбуки, и у них сломалось прям все, потому что у них некоторые приложения, они на ховерах были критически построены. То есть наведите вот сюда, чтобы просто пользоваться приложением, не знаю, может быть так это выглядело. И на Surface Pro нету события ховер, ну то есть на события touch оно ховер не вызывает. Поэтому, говорит, вы это, люди не могли пользоваться нашим продуктом и полное говно. И в принципе, он говорит, сейчас вообще к 2020 году я думаю, что 30% всех компьютеров уже будет touch screen новые. Поэтому надо уже задумываться, и да. Не, ну ладно компьютеров, а он просто про мобилы-то не думает, что ли? Ну как бы, в смысле, что это будет в процентное соотношение входить. А, окей. Он просто предпочитает, видимо, думать, что вот эти вот, ну как это, корпоративные компьютеры, которые там по 20 тысяч вот в этих залах закуплены, для разных там, да, 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 вот эти дэл, они тоже никуда не уйдут, и они все равно будут участвовать в процентном соотношении. И даже от этого всего мобилы и планшеты будут 30% занимать. Ну довольно много. Как быть? Как жить? Первое. Используйте ховер для неважных вещей. Там для какого-нибудь фидбэка, типа там. А тут у вас там хрень. Удалить приложение. Да, и так далее. И пусть они будут опциональными, не делайте критические никакие ховерные вещи, но это как примерно раньше нас учили не делать критические вещи на джаваскрипте, вдруг будет отключено у кого-нибудь. Сейчас, правда, говорят наоборот. Вот с ховером та же история. Не делайте ничего критического на ховер, потому что на телефонах вы это никогда не поймете. Сразу пример расскажу. Есть, короче, на телефоне, вот на айфоне, по крайней мере, есть приложение какое-то там вообще засранное, я не хочу сказать ничего плохого, но плеер, видеоплеер. Я просто пользовался им просто смотреть ролики, допустим, какого-нибудь формата, там .mp4, например. Так. И внутри самого в прили, в интерфейсе, есть там папочки и есть видосики, которые ты скинул. И чтобы удалить видосик, так скажем, ты должен на него просто один раз тапнуть, вот тапнуть на видосик, и он не запустится. Он тебе вывалит менюшку, в которой можно будет найти delete и тогда delete-нуть. Вот. Обычно я привык, что что-нибудь delete-ить вообще в айфоне, в iOS. Надо долго зажать. Надо что-нибудь зажать, надо что-нибудь перетащить. Я его таскал, что куда таскать, вообще ничего не понял. И потом только понял, что если один раз нажать, то тогда да. Ну, в общем, вы понимаете, то есть хавер это та же самая хрень, что надо разделять как бы комп и мобилу. Да, и даже если это у вас какое-то важное действие, вам теперь придется прописывать это действие на ховер. То есть, например, здесь у нас вишенка есть, или даже ментоза, тут какая-то вишенка не очень вишневого цвета. Так вот, и при наведении у вас появляется там ADD to cart, там туда-сюда. И вы должны сделать проверку, а если я на мобиле, то пусть у меня при клике всплывает модалка, на котором то же самое ADD to cart и так далее. Ну, это нормально. Это надо делать. То есть, делать, ответственно относиться к ховеру и прописывать фоллбеки. Чего надо не делать? Не использовать ховер для основных действий. Потому что вот так вот. Теперь у нас реалии таковы, что ни единым ховером все делается. Тут еще очень круто написано for the rest of your life. Да, здесь еще очень круто, сереньким написано thanks to Sarah в конце просто. Ёбая. Практически посвящаю Клэр. Да, ни хрена себе. Круто. Чё, идем дальше. Следующее письмо. Я это почему-то назову письмо, а не статья. Почему же? Потому что нам прислали его на почту. А у нас есть почта worksobaka.ru. Так, на нее можете просто писать нам, как на деревню дедушки. Да, и нам написали тут. Я не знаю, нужно ли зачитывать. Нам Campus Boy пишет. Тема называется «Вот что бывает от плохого интерфейса». Одна из заглавных тем. И под заголовок. Почему интерфейс злой и что с этим делать? Да. Оказывается, что, как я понимаю, это статья из закрытого раздела сайта. Ну, какого-то из сайтов, которые рассказывают про веб-дизайн. Это же не то, чтобы рекламировать, хочу или не хочу. Но просто от какого-то из сайтов. Вот я вам сейчас расскажу суть картинечка. И ты мне скажешь, согласен ты с этим? Я без сути спрошу ребята, которые нам всегда подсказывают, на какой минуте там что-кого. Вот тут картиночка, и чувак стоит в матроске. И видит, как горит дом. Это кто? Это о чем? Это символизирует, какое событие историческое. В каком городе? Это пожар в Лондоне. И тогда кто этот чувак? Думаешь, в Лондоне? Ну, это наверняка отсылка к какой-то или книге, или к какому-то там событию. Ну, я просто помню, что Великий пожар в Лондоне был там в каком-то 17 веке. Или в 16. И там примерно подобными иллюстрациями у нас в учебниках по истории оно показывалось. Ну, и вот. Автор в письме, в статье, вот в этой закрытой, он сразу предупреждает, что он такой как бы сноб сильный. И не любит, когда интерфейс, слово интерфейс, употребляют по множественным числе. То есть интерфейсы. Интерфейса, возможно. Он любит, когда просто интерфейс. Вот для него вот есть слово вода, любовь, текст и интерфейс. И он говорит, что можно по-разному склонять по падежам, если я, возможно, спрягать. В английском языке news. Да. Оно только единственное. Ну, только множественное. Текст интерфейса, отредактировать эти экраны, отредактировать эти элементы интерфейса. Ну, просто он предупреждает нас. И он говорит, интерфейс это зло вообще-то. Сразу, сразу перейдем к делу, к сути, к мясу статьи. Что вот, например, включение пожарной тревоги. Интерфейс включения пожарной тревоги. Все, конечно, круто. Он, в принципе, понятен. Кнопочка, открыл, нажал. Вишь, да, картиночку? Я вижу, да. Я проскроллил для наших зрителей, а слушателей, напоминаю, обязательно посмотрите потом на YouTube. Слушатели просто наверняка знают, как на стенах выглядят вот эти кнопки. При пожаре открой крышку, нажми кнопку. И все бы хорошо, все красное, все классно. Но, когда начнется пожар, мне придется по зданию, по коридору бежать и искать эту кнопку. И никак вообще... По зданию с опозданием. Да, никак абсолютно ты этого не обойдешь. Другой вариант, если бы эта кнопка сама нажималась, как только начинается пожар. Мне ничего не надо было бы искать. Я мог сразу эвакуироваться из здания и не париться. Например. Тем самым, он говорит, ну окей, это самый идеальный вариант. Допустим, не идеальный вариант. Если МЧСовцы модернизируют эту кнопку, да, и будет еще более такая крутая, легкая кнопулечка. Точнее, не кнопулечка, а целый такой экран, в котором можно, во-первых, разблокировать его сначала, ну, чтобы оповестить о тревоге. А дальше ввести в интерфейс адрес, улицу, телефончик. Но пока вводишь, ты понимаешь, что ты, скорее всего, уже задохнешься, например, от дыма. Да, это если еще ты там что-нибудь в формате не в том... Ну, тут кто-то смешно, да. Или если тебя там не задавят куча тетенек, которые будут выбегать также по коридору. Они будут сумки свои спасать подмышками и тебя просто выносить вперед еще. Это тоже не очень вариант, потому что ну вдруг действительно телефоном ошибешься, не тот формат, не плюс 7 минут ведешь. Тоже не очень вариант. Поэтому он говорит, что интерфейс это зло. Вообще любой интерфейс это повод совершить ошибку, он пишет здесь. Если, допустим, есть какой-то, возникает какой-то интерфейс, можно сказать, даже как проблема, то есть возникает какой-то интерфейс между пользователем и приложением, и сайтом, то это уже может повлечь какой-то отвал. Ну, таким словом. Отвал в башки вообще. Отрыв в башки. Дальше, что он пишет? Как избавляться, говорит, от интерфейса? Вот, говорит, сейчас скажу. А, вот у него... Мне сейчас вспоминается, есть коммутаторы управляемые и неуправляемые. Неуправляемые коммутаторы, они автоматически просто, если ты в один порт вкинул, а в другие раскинул, он сам раздает там IP-шники, DHCP и так далее. А управляемым надо еще настраивать. Да. И вот управляемые ты можешь не настроить, они управляемые уже все будут делать, это простая железка, там уже в прошивке все заложено и все. Ни хрена. Не знаю, просто вот как-то всплыло. Сиса в Минске такие. Пойду, чье второе солью, ты тут давай пока. А у чувака есть кейс, как избавляться от интерфейса. Он говорит, вот, например, я, говорит, работал над интерфейсом, разочек, и мне говорят, слушай, давай при регистрации будем вводить код, все такое, точнее телефон, будем просить, но люди что-то не вводят его. Че сделать, давай как-нибудь круто сделать, так, чтобы прям, прям вот как-то стимулировать их. Он говорит, а вообще, на хрена, я-то знаю, говорит, что интерфейс это зло. Спрашиваю, а на хрена вообще вам телефон? Он говорит, ну, будем уведомления слать, все такое. Он спрашивает, а когда приходят первые уведомления? Когда откликнутся на объявление пользователя, потом уже. Он говорит, так давайте потом, когда уже непосредственно что-то там разместят, тогда уже будем спрашивать телефон. А при регистрации, чтобы вот не было вот этого вот дополнительного, людям вот этого, чтобы они отвалились, чтобы отвал башки произошел, не будем спрашивать телефон. И окей, и это реально улучшило действительно всю вот эту программу, не программу, а всю последовательность регистрации. Я могу еще один пример из нашей практики привести. Такая вещь, как автологин. Вот регистрируется пользователь, и традиционно, например, там, в WordPress, когда ты регистрируешься, тебе на почту отправляется пароль, даже если ты его тут ввел, там, и так далее, и потом тебя редиректит на логин. А теперь войдите, на хрена? Он уже зарегистрировался, сделает ему автологин. Ему уже на почту придет пароль, в следующий раз, если он с другого компьютера зайдет, он уже его введет, там, или сменит. Ты сейчас ему сделай автологин, чтобы он уже сразу мог пользоваться ресурсом. Я согласен. Не надо одну форму, ой, не надо две вместо одной формы. Он уже, если зарегался, он уже сам только что вел пароль, он уже, ну, как бы, он отдает себе отчет в том, что он сделал. Да, вот это вот, а теперь войдите, очень сильно бесит, я согласен. Он, например, дальше продолжает. Некоторые люди, которые создают интерфейсы, возможно, они далеки вообще от UX, они создают интерфейс на основе своей базы данных. То есть у них вот есть какая-то база данных, в них хранится инфа. И если ты хочешь совершать поиск, например, вот как на рутрекере, про который мы много-много говорили, там все хорошо, как бы, но вот поиск, он сделан так, как будто чувак перебрал. Вот у меня есть, значит, какие-то поля, по ним можно совершать поиски, если что. Я сделаю там, порядочить по автору, названию, разделу. Вы вспомните просто поиск на рутрекере, там он жестко выглядит вообще. И есть название, куда можно ввести, да, это все будет нормально. И люди, которые, в принципе, разбираются, они, ну, да, они ведут, они все сделают, люди на рутрекере, вроде бы как должны разбираться. Тем более, что сейчас нужно обходить всякие системы, они, в принципе, должны понимать, что они делают. Но, он говорит, что человек, он даже... Дальше очень круто, он приводит... Вот прикинь, вот так, укажите класс пожара, если бы вот так было подальше. Да, да, это скучно. Да. Ну, понятно, интересно, какой планшет он взял за основу вот этого мокапа. Какой-то хренов. Да. Люди хотят, чтобы... Он очень круто шутит, на самом деле. Здесь есть вот скриншот про то, что там... Вот этот старый... Ну, не старый, а поиск обычный на рутрекере, и там есть живые раки с доставкой рекламы. Он говорит, что вот это плохой пример UX-а. Ну, раки, это, конечно, круто, но плохой пример UX-а конкретно. А вот, говорит, дальше есть скрин, как нужно сделать. Вот хочу и прям найти, но рекламу раков надо оставить. Да, обязательно. Это круто. Он говорит, самое идеальное, чтобы можно было ввести в любом виде в поиск, и он тебе все равно нашел то, что нужно для пользователя. То есть, вот, допустим, фильм Uno, Uno, Uno Momento, он был примерно равен по выдаче, как фильм Абдулов Статуя, или Марк Захаров про волшебника. Да уж. То есть, чем больше покрытия, так скажем, вашей машинной вот этой хрени, логики, тем круче. И он говорит, что надо. Чем проще, короче говоря, опять же, интерфейс. Да. Если ты запрос вводишь хоть какой, Siri, включи мне Jazz, и пусть она уже включает те треки, в которых название есть Jazz, в которых жанр такой значится, или она тебе Beats Radio включит, а там, кстати, есть Jazz. То есть, она должна сама это понимать. Александр, вот что я нашла по запросу Jazz. И там просто из гугла дерьмо. Так вот, он говорит, что пусть потеет машина. Реально. То есть, пусть все сделает за человека ваш сервис. Правда, перед этим должен вспотеть человек, написав алгоритм для этого сервиса. Но он для этого и поставлен, чтобы вспотеть перед этим, и денежку получить за это. А потом же машина потеет, все написано, лавэ хомутится. Что он дальше пишет? Нет никакого интерфейса, он говорит. Что многие люди, они просто не должны вообще это видеть. То есть, вот не нужно показывать вот эту обратную сторону. То есть, не надо показывать, вот, например, он говорит, что не надо в интерфейсе писать такие вещи, как форма заказа доставки. Круто, когда вот написано доставить по Москве. Ну, реально. А форма заказа доставки, это честно, какая форма? Вот зачем? Я не хочу знать, что там в интерфейсе. То есть, обратная связь, вот это вот. Ну, то есть, понятно, что люди, которые шарят, и если ты, допустим, пишешь, он это дальше приводит, что если ты пишешь какую-то литературу для чуваков, например, про веб-дизайн, то ты понимаешь, каким, примерно, словарным запасом они должны обладать, и примерно понимаешь, и не нужно упрощать. А здесь мы делаем для обычных людей, которые нихрена не шарят, и могут не шарить в том числе. И дальше он круто расписывает. Вот, например, по химии. Представляешь, если бы тебе, вот, у тебя кран, он покрылся, ну, там, не накипью, а вот такой хренью, просто нужно оттереть его от такого налета. И ты думаешь, ну, надо там, доместос, хренестос, приходишь в магазин такой, смотришь на все бутылочки, а там написано, типа там, какая-нибудь сульфаминовая кислота, ортофосфорная кислота. Ты такой, какого хрена вообще думаешь, что, где мой доместос? Пишешь на форуме, чуваки, а что, как до места с тобой? А тебе, ты что, не шаришь, что ли, по химии? Ты берешь, смешиваешь сульфаминовую. Те, короче, да, тебе надо не то, что одну бутылочку купить, ты три бутылочки покупаешь, смешиваешь, только в очках обязательно, а то вдруг там тебя бомбанет пукан. Конечно. Вот. И то же самое с интерфейсом. Не надо показывать чуваку то, что он может не знать случайно. Вашим сайтом могут пользоваться многие люди, вашим сервисом в том числе. Поэтому очень важно упростить интерфейс, не показывать излишки, излишки и не показывать сам интерфейс наружу, убрать технические термины, т.д. и т.п. Вот такое практически. Вот дерьмо, я думал, ты этот пример придумал, а он в статье есть. Да. Ну вот, вот так. Не, если бы я так придумал, то я бы сам писал такие заметки. Спасибо большое за скрытую сетью. Да, спасибо, спасибо, это прикольно, но наше мнение нужно сразу. Ну слушай. А мы, собственно, его высказывали по ходу. То есть мы-то за, мы согласны. По математике мы со всем согласны, больше нечего сказать. Потому что, во-первых, реально, а во-вторых, просто, ну, зато алгоритмы придется сложные писать, а мы же ленивые. Конечно. И вообще, я вот теперь задумался, здесь написано, что нельзя использовать название «Обратная связь», надо говорить, чем можем помочь, помощь. И у нас вот есть кнопка, которая на нашем сайте, опять же, я вернусь на youbdesign.ru, есть кнопка «Контакты». И по факту там форма, которая написана «Свежи», и в заголовке им сказали «Свежись с нами». И что, нам в меню надо писать, связаться с нами? Слушай, мне устраивает «Свежись с нами» везде. Так нет, ну то есть… Да, слоу «Контакты»? Да, да, да. Просто люди, наверное, не понимают, что в «Контактах». Они думают, там, блин, там адрес офиса, я не буду туда заходить. Слушай, это прикольно. Надо тогда написать нам, написать в проект. «Свежись с нами опять». Ну там было это, но мне это показалось как-то слишком казуально. Я как раз специально добавил машинных терминов, чтобы как-то это… Чтобы не было фамильярности. Ну вот тут вопрос, напишите в комментариях обязательно. Ну вот, прям вот, я бы хотел с тобой в прямом эфире решить, но ладно, мы с тобой потом пошушукаемся и решим. Закрывающая тема дизайн, так двери дизайна, вот эти такие красивые двери дизайна. Знаешь, роскошные, резные такие. Да. Прям вот, да. Или, возможно, наоборот, такие flat двери. Прозрачные, такие стеклянные, как в американских офисах. Simple, elegant. Да, с них люди в галстуках проходят с кружечками кофе такими, алюминиевыми. И клокынятся, и клокаутятся после работы. Последняя тема с дизайн шек, между прочим. Со сраной хижины дизайна. Они ни хрена, не с хай-тека. И нам говорят про то, что вообще-то вы бы хоть раз заголовок говорите. Хоть раз вот делали что-нибудь хреновый дизайн какой-нибудь, ну вот специально, нарочно, нарочито. Вот. И чувак поднимает тему, а что за чувак? Керри Казинс, Чувиха. Чувиха поднимает, Керри Казинс. Такую тему о том, что надо работать, так скажем, не то чтобы без границ, но немножко шире смотреть. Он, она рассказывает. Он говорит. Она рассказывает. Вот у меня есть некоторые постулаты, как Бора, опять же, что я вот, допустим, всегда во всех проектах использую два шрифта. И не отступаюсь от этого. Но вот такие свои рамки, до которых я сужаю, и такие, так скажем, вот эти рамки педантичности, возможно, в каких-то вещах, или, возможно, какие-то, ну, в общем, какие-то такие вещи, которые могут навредить разработке, возможно, быстрой разработке. Возможно, разработке для заказчика, как это там, он хочет, знаешь, он хочет одно, а ты, как обычно, начинаешь свою линию гнуть. Но так как заказчик всегда прав, то лучше ему уступить, но ты начинаешь опять свои два шрифта, а он хочет комиксан сам розовым. Причем только одну строку на сайте, а остальное еще двумя разными. Казалось бы, ты хочешь сделать хорошо, но тебе надо еще и деньги получить, еще и нервы не просрать свои. То есть, здесь много факторов. Понятно, что можно работать там очень жестко через контракт, но это же не наш метод. Наш метод – сделать хорошо. Вот. И она говорит, что возможно надо посмотреть по-другому, по-другим углом и сделать плохо действительно. То есть, попробовать изменить свой дизайн, сделать его плохо и возможно ты с помощью этого поймешь, как сделать хорошо. То есть, ты сделаешь плохо для чувака, он удовлетворится, даст тебе бабло, это будет работать. Но ты уйдешь отсюда с сознанием того, что, блин, как делать не надо. И ты можешь потом кому-нибудь подсказать, если у чувака, у другого будут какие-то такие же проблемы, похожие, то почему бы нет. И это дополнительный опыт. О чем она еще пишет? Вот какие-то разные бывают сайты. Вот, например, возьмем вот этот вот сайт, который The Million Dollar Homepage, если ты проскроешь. Я проскрою. Да, и там жесть жесткая. И никто не говорит, что это дерьмо, там огромные бабки крутятся, как она говорит. То есть, понятно, что это утрированный пример, но вот особенно я хотел бы опять же вернуться к тем сайтам, дизайнам старинным американским, где они все делают очень кондово-дубово и там вообще просто такие дизайны уже никто давно не делает, но они все еще зарабатывают на этом бабло. Craigslist. Craigslist. Да, ну Craigslist сейчас стильненько выглядит нормально. Меня устраивает. Ты подожди, ты его обновили что-нибудь? Не-не, он старый, но он выглядит как-то не... Нет, я согласен, что бывало и хуже. Бывало и хуже. Давай сейчас попробуем на наш любимый Gulliver's Books зайти. Да на любой сайт с Аляски вот зайди и просто любой, абсолютно. даже вот Government какой-нибудь сайт. Police Department? Police Police! Police Department, кстати, хороший. Да, согласен. Ну вот, да, 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 да. Gulliver's Books отличный пример. Вот. И, казалось бы, все плохо, но это хорошо. То есть, плохие дизайны это тоже хорошо. Это причем премиум Drupal Theme, чтобы ты понимал, на Gulliver's Book. Это не хрен собачий. Я, ну-ка, она адаптивная? Она адаптивная, ё-моё. То есть, она премиум была, я хочу вам просто сказать, что Gulliver's Book, Gulliver, это вообще такое место, в котором можно читать и покупать книжечки, такое очень уютное хипстерское место. Мы, кстати, в подкасте про Warcraft про него косвенно говорили. Да, посмотрите. Посмотрите наш подкаст, ссылка в описании. Возможно, почему предыдущие плохо смотрели? Они все уходили, о, про Warcraft уходит и не возвращается. И играет сразу. Да, да. Ну, в общем, вот так. Кэрри Казинс, как обычно, жжет Напалма. Как Сцуко? Да. И можно переходить к разработке, в которой мы сразу рассказываем про самую главную тему. Естественно, самая главная тема у нас, как обычно, Smart Tape. Попробуйте этот замечательный хостинг и вебдизайн.ру слэш Smart Tape. Умная обезьяна. Умная обезьяна, да. Мы с ними, знаешь, вот принято говорить, что там много, вот у Кэрри Казинс сайбайер написано, что годы опыта в вебдизайне и разработке, вот мы уже годы работаем со Smart Tape, пять лет как минимум. Там Синс 1831. Практически, да. И вот не было никогда серьезных нареканий. Были небольшие, дата-центр горел, наши бэкапы сгорали. При том, что все хорошо. Но вот все, сидим, живем же. Ничего, не сахарные, не растаяли. Конечно. А веб-поэски у них вообще прекрасные, особенно с SSD. Поэтому вы обязательно попробуйте. Настоящий веб-профессионал используется Smart Tape. Не используется, а пользуется. И у меня зуб блеснул на рекламе красиво с зубами. Такой пиратский зуб золотой. Да. И я так понимаю, сразу к толстым темам. Сразу толстая тема. Порядок в CSS. Порядок не в том смысле, что хаос или порядок, а порядок в смысле по порядку. Опа. Ну-ка. И вот он говорит, сидите вы иногда и думаете, что вот в CSS важна же не только специфичность. Все типы толстые такие. Да. А про специфичность у нас уже был подкаст. Я не знаю, какой номер. У нас теперь нету скринфлоу. Мы не можем ставить маркеры и говорить, что сейчас здесь всплывет птичка. Слушай, знаешь, уже пора просто говорить. У нас было это. Ну вот мы говорим. Было. Было. Про CSS специфичность. Потому что я сомневаюсь, что мы в 500-ом каком-нибудь выпуске будем говорить, знаешь, посмотрите, пожалуйста, в CSS первой. Ну, может и будем. Мало ли. Да. Так вот. И говорит, он говорит, кроме этого, есть еще просто порядок. В каком порядке вы правила написали, в таком они будут применяться. То есть понятно, что если вы их специфичностью переписали, это понятно. Но если специфичность одинаковая, то будет сохраняться все-таки порядок. Возьмем, говорит, свойство background. И вот у вас разметка простая. Module, Module, Full, Module, Bar. У дивок. Три класса. Так. Всего лишь один Style Shit. Опа. Подключен Styles. Точка CSS. И говорит, вы в нем по порядке трем классам присваиваете разный background. Module, Background серенький, Module, Full, Orange, Module, Bar, Light, Blue. И на самом деле в таких свойствах, как background, выигрывает просто последний. Какой-то последний background присвоил, такой и присвоился. Простите за тавтологию. И несмотря на то, что пример действительно, как бы для многих это очевидно, но нужно просто понимать, что вот в некоторых свойствах порядок играет роль. На самом деле почти во всех. То есть вот margin будет то же самое. Какой последний присвоите, такой и будет. Даже по порядку, да. И Крис Койл, он показывает, что дело, не только если у тебя в одном Style Shit это указано, а дело в том, что если вы один Style Shit подключили, а после него сделали инлайновый текст-стайл, то module buzz в конце, если вы добавите еще один класс, и ему присвоите background color pink, то pink выиграет. И если, не дай бог, вы уже после бодика, после этого дива подключите еще один текст-стайл, в котором сделаете собака import 2.css, а в нем будет background f06d06, то третий выиграет. Просто потому, что он позже, несмотря на то, что даже он после самого дива с классами, все равно просто самый последний background выигрывает. Я надеюсь, на слух это было понятно, но... То есть здесь не работает принцип, кто первый встал тому и тапки? Нет, здесь кто последний встал того и тапки, даже если ты встал после тапок. Понимаешь, даже если первый и второй встал до магазина, а третий встал дома, все равно тапки его, они ему телепортируются как-то и все. Отлично так. Это мне нравится. Можно рано не вставать, можно последним вставать. Вот именно. Это Крис Койер, он, собственно, он же лентяй, скорее всего, поэтому и толстый. Вот он для себя и придумывает. Да можно там в конце просто. Следующий кейс, это когда вы синхронно подгружаетесь и здесь он сразу пиарит библиотечку load.css. Что пиарит, это его, что ли? Нет. Филамент групп, а Филамент групп у них дохрена всего. Например, по-моему, чуть ли не Бурбон, это их. Сейчас я посмотрю, колес, снайпер, так, так, так. Может, это его друзья, кореша? Ну, короче, я про них сто тысяч лет уже, как слышу. У них бесконечное количество репозиторий. Сейчас я зайду к ним на сайт, возможно пойму, но вроде бы Бурбон это их. Our Work я сейчас смотрю. Lego Shop for Mo... Блин, это не Articles Code, вот, Code. Grand Icon у них, какой-то Picture Fill, у них гигантское количество всяких библиотек. Что-то у них было прям топовое. Подскажите в комментариях, я сейчас не могу вот найти. Ну, снайпер был, CSS SnapPoints карусель, ну, это такое. Ну, и что он призывает пользоваться? Черт, мне прям жутко хочется понять, как я с ними был знаком уже, ну, ладно, насрать, не важно. Да, он просто говорит, что не то, что, а если вдруг вы inline-ово подключаете CSS, а, например, для чего это нужно, если вы Critical Path делаете, inline-овый Text Style, в нем, там, в самый важный стиль, а потом через секунду у вас подгружается весь основной CSS с помощью Load CSS. Если вы его подключаете после, то, сюрприз, сюрприз, какой последний вы подключили, тот и применится. Ну, отлично. То есть, даже module late, в котором, в два CSS, ну, зрители увидят здесь примерчики на его сайте, а слушатели просто на слух воспримите, что даже если вы в конце создаете, там, style, inline-овый Text Style под тем дивом, из-за того, что он прилетел последний, он будет все равно применяться последним. И вы увидите, соответственно, вспышку, так скажем, Flash of CSS, когда у вас один бэкграунд меняется прямо на другой на ходу. Вау! Да, поэтому, кроме этого, последний edge case, это когда вы делаете extend в препроцессорах, например, SASS. И оно вот неочевидно. Допустим, вы пишете тихий класс variation, тихий селектор, через процентик, background orange. Потом делаете module, у него серенький background, а потом module variation, extend variation. Казалось бы, вы module variation присваиваете после, и orange должен перезаписать серенький. Но нет, при компиляции module variation улетит вверх, потому что он переместится на то место, где был тихий селектор. И у вас module variation будет первым, а потом module перезапишет у него бэкграунд на серый. Понял, да? Вау! Причем, и вот если бы меня на собеседовании, у нас в комментариях слушатели любят про собеседование, если бы меня на собеседовании спросили, как были, я бы не засыпался, не сбился бы. Это не то, чтобы это реклама меня, но просто нужно понимать, как работают при процессоре, и тогда все будет хорошо по жизни. Нет, тогда просто можно запутаться, ведь там, когда ты пишешь большой листинг CSS какой-нибудь, реально, особенно используешь при процессоре, там же вообще можно так обосраться, что потом не разгрести. Ну, причем, на самом деле, здесь ты понимаешь это просто при дебажинге. Ну, то есть, вот ты такой, а, ня-ня-ня, сейчас будет orange. Смотришь, блин, серый. А какого хрена? скомпилировалось. Смотришь, как скомпилировалось, и раз и навсегда это понимаешь. Примерно так у меня это и происходило. Окей. Так что, наше мнение, Никита, согласны ли мы с толстяком? Ну, не, с ним невозможно быть не согласным. Я практически, если бы у меня спросил, согласны ли вы, я бы сказал, согласны, понимаешь? Согласен, переходим дальше. Окей, реакт. Давай, сейчас сосредоточьтесь. Это тема слушателей, возможно, с прошлого выпуска. Просто нам предложили, что, а вот, чуваки, обсудите, хайповая тема. Сначала я скептически отнесся, потому что 11 марта 15-го года уже вдруг, вдруг уже в реакте все не так. Все хорошо. Да, но потом я вчитался и нет. Про реакт либо хорошо, либо никак. Но здесь вот, здесь не правило это не соблюдено, потому что реакт говно. И здесь сам Цимис, Дан Йодер из Panda Strike нам пишет, что реакт говно, точнее, Дэн Йодер, простите. Простите, Дэн. Может быть он Дан Балан, Дэн Йодер. Дан Балан был, если бы был румын, а он-то все-таки, скорее всего, американ гай. Так, отлично. Сейчас показывает, он какой-нибудь палестинский беженец в Америке. Беженец в реакте это плохо. Он говорит, что реакт это плохо, используйте дефолтные веб-компоненты. Почему? Потому что реакт... Давай пару слов, что такое реакт. Фейсбучный веб-фреймворк для постройки приложений с СПА, Single Page Applications, который подгружает типа веб-компоненты в том порядке, в каком надо вам. Ну, то есть, вы можете на реакте только один виджет в сайтбаре сделать. Можете весь проект на реакте сделать. Я думаю, наши слушатели уже лучше нас знают, что это такое. Прямой конкурент ангуляра от гугла. И что же Дэн говорит? Дэн говорит о том, что он заходит даже не с реакта, а с... С жены реакта. Практически, да. С библиотеки React Canvas, который позволяет работать с кэнвасом на реакте. Так. Это флипборд сделали, чуваки? И это стартап такой, вот это какой-то там практически CRM-ка, менеджер записок каких-то, я не знаю, не готов ответить. Флипборд популярная тема. Это ваш личный журнал, короче говоря. Я просто перешел, да, на лендинг флипборда. Не знаю, неважно, что это, они написали фреймворк для работы с кэнвасом на реакте и сделали так, что там 60 FPS у них, супер рендеринг и так далее. Короче, они очень сильно задрочили тему, но их хреновина работает только с реактом. Хотя, казалось бы, она решает проблему не реакта, а проблему кэнваса. Проблему быстрого рендеринга на кэнвас. Кстати, нас в темах к вот 93-му выпуску спрашивали, а как вот сделать, чтобы кэнвас быстро работал? Вот, чуваки, посмотрите, как это сделано в реакт кэнвас и сделайте так же. А почему? Потому что они сделали козлы только для реакта. Именно это и осуждают чуваки из PandaStrike и пишут, блин, почему вы не сделали какой-то опенсорсный продукт просто для крутой работы с кэнвас и не адаптировали уже сами для себя для реакта? Зачем вы сразу сделали? Ну, это, представляешь, это как сделать какой-нибудь супер гаечный ключ, который работает только на кэнах. Нахрена? Почему вы просто не сделаете супер гаечный ключ, который будет работать везде? Потому что это Facebook. А это не Facebook сделали, это Flipboard сделали. Понимаешь? Тут уже даже Flipboard они сделали не балалайку, а балалайку только для реакта. А струны для балалайки? Да, струны только для балалайки фирмы Fender. И Бонессы. Да, ладно бы у них был, так скажем, рефералка. То есть им бы Facebook денег дал, чтобы они разработали. Хрен-то там. Они делали это просто для себя, просто они используют реакты, думают, что они все 20 тысяч лет будут на нем сидеть. Так, хорошо. Не важно. В общем, идем дальше. Что такое реакт? Здесь он рассказывает и говорит, что в принципе реакт это просто заново имплементация веб-компонентов. За хрена. А вдруг веб-компоненты разовьются, и в них больше людей будут развивать, то есть там все браузерные вендоры и так далее, и сделают круче, чем реакт. И реакт останется просто позади. И суть на самом деле реакта она не в том, чтобы сделать удобный инструмент. Она в том, чтобы конкурировать с гуглом. Вот сделал гугл ангуляр. Он сделал не для того, чтобы было круто, а для того, чтобы хантить разработчиков тупо для ангуляра. А фейсбук взял и сделал реакт просто для того, чтобы переманивать гугловских разработчиков к себе. По факту реакт... Что у нас за сирены за окном? За нами едут. Скорее всего, дурка едет. Своё реакт говно. Чуваки уже охренели. Надо их позабирать под белые рученьки. Так вот, и реакт для Цукерберга это способ переманивать людей в фейсбук просто и всё. Ну и просто следовать моде, чтобы просто быть на коне. Ну короче говоря, это просто маркетинг фейсбука. Ангуляр это маркетинг гугла. И надо не поддаваться и просто делать, чтобы это. Делать open source. Вот так хотят спан до страйки, чуваки. Просто делайте крутые продукты, которыми могут пользоваться все. без завязки на себя. Ну знаешь, мне это сразу напоминает какие-нибудь вот наши провинциальные челябинские студии, которые на своей CMS делают сайты для того, чтобы потом с них не соскочили. Это слишком профессионалом надо быть, чтобы делать просто open source продукты. Это надо быть очень хорошей компанией. Ну понятно. Ну и тогда просто используй open source продукты. Не городи... Понимаешь, если ты уже делаешь свой React Canvas фреймворк, скорее всего, у тебя уже есть ресурс и человеческий, и денежный для того, чтобы разработать и просто нормальный open source проект. Ну да. Поэтому он же к ним обращается, не к нам. Ну понятно. Хотя может быть и к нам. Вдруг мы будущие цукерберги. Да. Мне нравится, как ты не стал спорить со мной. В общем, вот такая вот тема. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, а мы идем дальше. Мы как бы слезаем как с наркотиков с разработки темой про преподавание информатики. Понимаешь? Нам эту тему предложили в нашем чатике в Телеграме, если хотите получить ссылку. Это приватный чатик, но у него нет ссылки везде, потому что там спамить начинают всякие козлы. И напишите мне в веб-сайне, в Телеграме, я вам скину ссылку. Пожалуйста. Тема от Николауса, слушай, как он правильно пишет? От Вирта, в общем, от самого. Да. Тут не Клаус написан. Ну, не Клаус, Санта-Клаус. Вирт пишет такую тему преподавание информатики «Потерянная дорога». Он очень эпично это делает. Чтоб ты понимал, это не статья. Он так открывал конференцию ITSTL в Дании в 2002 году и это застенографировали и перевели. А, окей. И он рассказывает про то, что вот ни хрена себе. Я, говорит, перед тем, как получил приглашение выступить на конференции еще, видимо, в США. Так вот, на этой конференции. да, все, ну да, скажу, окей. Он говорит, блин, я, говорит, про что подумал? Подумал про то, что вот обучение информатике и математике, оно, вот просто, если сравнить учебники даже, оно, как бы, такое вот хреновое. И я сейчас поясню, почему оно хреновое. То есть, даже преподавая по этим учебникам, мы ни на что не годимся. Он пишет, we suck. Мы преподаватели? Мы преподаватели, да. То есть, Вирт, он себя относит к преподавателю. И, похоже, говорит, мы заставляем студентов сделать вывод, что серьезно думать о карьере в информатике могут только мазохисты. И он рассказывает много фактов, приводит о том, что, в принципе, вот это обучение информатике, овладение какими-то языками, он говорит, что это все выглядит, как будто приравнивает к обучению вот это PL-1 или OS-360-GCL. То есть, это какие-то супер языки программирования, которые вот хренами научишься. Ну, это просто очень старые языки программирования, IBM, и в 65-м году это еще было. И говорит, достаточно заметить PL-1 на C++ или Java, например, да, GCL на Windows или Linux, и вы чудесным образом перенесетесь в настоящее. Говорит, что вот просто вот все, что вот преподавание C++, говорит, дизайн языка чудовищен. Я не знаю, вирус начинает гнать на дизайн языка C++. Учебник написан отвратительно, говорит. Я не знаю, на самом деле, насколько поменялось сейчас вот на данный момент с 2002 года все. Но тут бы вот поспорить опять же с Виртом, но мы продолжим. Он говорит, что вот все, что относится к обучению языкам программирования, в том числе информатике, сделано кондово, вот прям деревянно, вот прям хреново. И люди просто не преодолевают этот порог полюбить информатику, полюбить математику, возможно. Ну, это как бы схожая дисциплина для него, схожая по сложности. Вот просто здесь примеры C, пример, примеры синтаксиса X равен Y, то есть X, видимо, присвоить Y. И Y не равен X. Да, а Y равен X, то есть не соблюдается как-то транзиентность. да. Или какая-то там вот эта хи... А мы говорим, что он даже дальше пишет. Почему, говорит, в языке это не так? Почему не расписано вообще вещи синтаксиса? Да, вот нахрена, говорит, в C делали, что нужно двойное равно делать? Или это в C++? Я даже не знаю, Ну, я думаю, начиная с C это везде. Да, двойное равно, зачем тройное равно? Вот это вот. Вот нахрена это, говорит, делать? Почему просто одно равно не сделать? Ну, потому что это разные вещи. Это разные вещи, но он просто говорит, что... Ну, вот его бесит. Вирта самого, я напоминаю. В чем же ошибка, что можно сделать? Вспоминается смиренное, я не в счет, беспроцитированное выше письма. Мы чувствуем себя беспомощными. И, в общем, его это бесит. То есть, он даже практически никакого вывода тут не делает. Нет, там есть в конце пункты, я так понимаю, что... Да, но пункты будут... Это да, это критерий к ультимейт учебника, но не будем забегать вперед. Это совсем к ультимейт, Что же еще он пишет? Сейчас я найду. Тут очень много он расписывает про то, что все плохо. Собственно, можно сразу перейти, что он говорит, позвольте мне закончить выступление смелым предложением для этой просвещенной аудитории профессионалов преподавания. Он еще троллит, по-моему. Я вижу в своем воображении образцовый учебник в качестве подходящего исходного пункта. А, он, знаешь, всю, короче, статью, он рассказывает про то, как он хотел своего сына научить программированию. Практически одному языку, практически Джаве. Вот, давай быстро. Там было про C++, я видел, он говорит, типа, я пытался научить сына на языку C++ полгода агонии для отца и сына, я ему посоветовал дропнуть этот вопрос. Это при том, что он отец с сыном, ну ладно, окей, отец с сыном, это разные требования, возможно, он сильно с него требовал, я верю в это, да, но он как профессиональный преподаватель, я думаю, он мог что-то сделать, но ничего не смог, то есть он вообще тоже там сломал все ноги, копья и т.д. и т.п. То есть учебник для него это охрененный инструмент, на который он полагается и который дерьмовый, как я понимаю. Если ты прям, если учебник крутой... Потому что в ней есть методика вот эта классическая. потому что там есть, даже раньше были учебник для учителя и для учеников, я вот где-то это застал в школе, и для учителя у тебя там расшифровок. И учебник еще был. Ну это понятно, это за отдельные бабки можно у учителя и потом уже у учеников приобрести, у других. Да, перекупы так первые появились. Ну ладно, в общем, да, учебник это прям, это не просто учебник, в котором параграфы скучные по истории, это еще и методика, Как преподавать и так далее Да, и он говорит, что я вижу в своем воображении Образцовый учебник в качестве подходящего исходного пункта Он должен удовлетворять следующим критерием И он называет, ну, 7 критериев По которым мы быстро пробежимся Начинаться с сжатым введением В основные понятия программного проектирования Использовать лаконичную формальную нотацию Строго определенную не более чем, например, на 20 страницах То есть ему бесит, что еще все долго Нудно А, то есть 20 страниц это недолго, да? Ну, просто возьмем Flanagan, возьмем JavaScript Согласен, все, красноречиво сейчас было 1100 страниц, кто не помнит Основываясь Третий Основываясь на этой нотации Вводятся основные понятия, итерации, рекурсии Логического утверждения Assertion и invariant Короче, он хочет, чтобы было введение в алгоритминку сначала И в алгоритмы Да В одном этом учебнике Чтобы для начала было просто введение вообще Че такое? Видимо, просто, да Не то, что сразу окунуться в if и else А надо сначала просто рассказать че у кого Центральная тема Структурирование, утверждение и типизация данных Реально, рассказать про типы? Ну, это правильно Особенно в языке про JavaScript Про типы рассказывать Это смешно, но да Пятое За этим следует концепция Выпрятывания информации Модульность и проектирование интерфейсов Продемонстрированные образцовыми примерами Шестое Книга устанавливает терминологию Которая столь же интуитивна, сколько и точна Он хочет все, чтобы вот прям Прям интуитивно было Чтоб залетали сами знания И самая последняя, это финалочка Опускает практически последний гвоздь в гроб этой идеи всей Книга имеет умеренный размер То есть размер для него имеет значение Это во-первых А во-вторых, он хочет, чтобы при всем при этом Она еще умеренный размер имела То есть был такой, как бы Как же они называются-то Pocketbook Такие, как бы, хрени Cookbook практически По программированию А мы напомним просто Что такое на C++ выучится, да За 20 страниц Ну ладно, не за 20, окей Он хочет, наверное, учебник в 200 страниц В 300 страниц Не, 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 не Меньше? Да нереально это, в смысле Да, но это нереально Мы сейчас будем свое мнение говорить Как нас учат Это примерно выглядит, как Освоить Photoshop за 24 часа И как бы, ну это смешно Это смешно Точнее, его... Причем, если ты до этого вообще ничего не знал Да, его, наверное, можно освоить, знаешь, в плане того, чтобы посмотреть Вот это перо у нас есть Вот я тебя сейчас на перо посажу Вот, да, да Да, есть, короче, вот это у нас есть кисть Ну да, серьезно, а чтобы конкретно научиться каким-то приемам в фотошопе, а там можно хрен... Надо начинать с основ, с ли, о том, как палочки рисовать и так далее. Надо рисовать, а потом же в фотошопе. Ну окей, здесь есть еще вот к этому, как я понимаю, какой-то срач на форуме. Ну подожди, срач, здесь еще Джессика, Джессика, Джелерейшн, Лаггель, купить интернет-магазин в самом конце. Джессика Джеймс тут еще есть. Ты видишь это? Да, вижу, да. Ну неважно, кроме этого, мы сейчас будем мнение высказать или после срача? Я думаю после срача, потому что в срач я просто вообще за секунду вам пробегусь. Ответ вирту есть некий, от Павла Дворкина, который в принципе зачинает вот это все. Просто Павел Дворкин, если на аватарку посмотреть, там старик уже. Старик говорит, я сейчас это, пацаны, я сейчас быстренько, короче, тут насрую и на две недели уеду, вы только ничего не говорите. В 2004 году еще был срач. Да, я говорю сейчас только это, я ничего не смогу ответить, я быстренько напишу, что все говно и уеду, пацаны. А вы там комментируете, что кого? Вот. И он говорит, что он опять же говорит, на самом деле, вот честно, читать это не охота было, потому что он говорит, он приводит цитаты и разбирает их, что вот там то, фартран, хренан, там жесть на самом деле. И просто он подлит на вирта. Я говорит, ничего не хочу, вирт крутой чувак, но вот у меня есть к нему замечания, и там много замечаний, которые просто вот каждый пункт оспаривают. В том числе и весь вот этот форум, который оспаривает еще каждый пункт Дворкина. Короче, там вообще жесть, просто если... Нет, тут прям именно срачи и споры на форумах, причем тут Дворкин, он, видимо, он выглядит на 60, но ему, видимо, 160, потому что он все языки пробовал. Да. Все знает, и у него главный аргумент еще везде, вот так мельком сейчас проглядел, типа, ну, может быть, конечно, это и говно языки, но они же существовали, ими же пользуются. Вот это отличный аргумент, потому что... Это, знаешь, странный, вот если как бы ничего нет, то понятно, что чем-то да будут кто-то пользоваться. Но использовать это как аргумент, что ну и хрен бы с ним, оно, знаете, такое. Да-да-да, говорит, раз, говорит, придумали C++ вот таким, то, говорит, это чё это? Значит, таким он и должен быть, значит, это не on purpose было, срёво. Да, раз X равно Y с двумя-тремя равно, это нормально, пацаны, всё хорошо. Ну вот такой, короче, рассказ. Давай, а теперь наше мнение, практически экспертное. Я, честно говоря, ни с теми, ни с теми не согласен, и с теми, ни с теми согласен, так скажем. То есть есть у всех доля правды какая-то. То есть понятно, что Вирус говорит правильные вещи про то, что надо сделать хорошие учебники, это всё правильно. Но на самом деле, если взять хорошие сейчас, вот в 2002 году он это говорил, возможно, вот в нашем 2016 году учебники от О'Райли, как нам сказали. Да, я тоже об этом думал. Они хорошие. Он-то, возможно, не знал, какие уже крутые бывают учебники. Там же, я даже со своим знанием английского там всё понимаю. Я не применил сообщить, что у нас есть uvdesign.ru slash books. Да. Я сейчас показываю для наших зрителей. Возможно, это всё реклама была. Кнопка книги, возможно, ради этого, только мы это в подкаст поместили, кто знает. Так вот, и там у нас есть как раз книжки от О'Райли на разные темы. Недавно было про client-side data storage, про local storage и другие API для работы с локальными хранилищами в браузерах. Поэтому вы, да, вы как бы смотрите, они крутые, реально. Там настолько, я просто вспоминая вот это вот всё, как там написано, что, а вот тут вот, короче, здесь есть такой небольшой хинт, а здесь есть вот там, там ещё следочки такие нарисованы. Да, да, да. Там очень круто, на самом деле. То есть есть хорошие учебники по программированию. Есть, правда, и плохие от О'Райли, забегая, опять же, забегая, просто забегая. Не, мы же, видишь, не знаем для детей, как они адаптированы. Никак, они не для детей. Вот. А он тогда... А, он сына хотел учить. Это, знаешь, мне напоминает, что, как обычно, Сукерберг сделал Facebook, чтобы там к тёлке подходить. Ну, нет, знаешь... И вот тут тоже всё дерьмо, там, чувак миры захватил, там, что-нибудь там, Легион привёл в наш мир. А ты детей не смог? И только для того, чтобы сына научить просто, и всё, в этом суть. Ну, просто суть в том, что, видишь, и для детей от О'Райли есть. Помнишь, вот эти раскрашенные, ты переворачиваешь, и там прям всё разрисовано, как комиксы практически из книги от О'Райли для деток. Реально. Не знаю. Есть JavaScript для, там, для начинающих, и там тоже очень всё подробно написано. Но это я не знаю, но вот конкретно про новые ученики для, так называемых, для 18+, mature, mature, для вот таких пацанов, которые могут себе позволить Дэдпула смотреть в кино, спалил от мамки. Вот, можно, можно Флэнегана, можно, короче, О'Райли обычные читать, и всё круто, и даже на английском. Modern PHP, Programming PHP, я прям, для PHP это очень крутые книги. Собственно, нас в 93-м выпуске, опять же, в темах спрашивают, и я там ссылки оставил. Ну, об этом позже. Ну чё, переходим к Apple заменяет MADZ, мы так из разработки в лёгенькую темочку, соцки, светские у нас такие небольшие идут, на Mashable. А вы сразу понимаете, то есть мы от Вирта в Mashable, вообще, то есть в попсу, мы практически сейчас с Леди Гагой в одном едем, Кадиллайке, и рассматриваем про то, что, прикинь, уберут MADZ пистолета. Да. Кого там затроллили в Инстаграме-то про оружие? Актрису, которая Рэй играла? Да, да и Терри Видли затроллили, реально. Слушай, мы с тобой говорили про то, что убирали какой-то ещё MADZ, или добавляли. Тоже какой-то, тоже чуть ли не про ствол. Ну, в общем... А, MADZ винтовки, кто-то в новой версии Unicode, он введён. Точно. Но Microsoft или кто-то его вообще не ввели. Да. А Apple-то ввели. Ну, почему-то вот тут теперь пистолет убрали. А пистолет убрали, поменяли на Squirt Gun. Все, кто сейчас поймал Squirtle, они радуются. Причём, я вот сейчас смотрю, а это Squirt Gun ли? Может быть, это просто такой пистолет? Но нет, там, по-моему, там курок именно такой, как насосик. Но если, да, если перемотать вот на этот скрин, там именно зелёный такой Water Gun. Да. Именно водный пистолет. Не путать просто с водным. Он стреляет, который водой. И это нам о чём говорить? То есть это реально, что это плохо или хорошо, что они пытаются, так скажем, агрессию... На самом деле, вот в этом разделе достаточно агрессивных MADZ переписать, убрать нахрен какие-то стволы, но оставить мечи, ножи. Как ты считаешь? Сигареты. Кробы. Я считаю, это бред всё, просто смешно. Я тоже, потому что если мы сейчас всё это заменим, давай всё заменим вообще. В жизни-то это никто не заменит, понимаешь, в жизни никто не заменит у бандитов револьверы Magnum и 50-го калибра на Water Gun. Опять же, сейчас если в сторону отскочить, есть сейчас игра We Happy Few, которая на самом деле, я думал, хорошая, я даже тебе её кидал в ссылку, которая похожа по стилистике на Биошок на первый взгляд. Я думал, что хорошая, на самом деле, она оказалась таким survival-ом беспонтовым, в котором надо просто выживать, кушать и т.д. и т.п. И там, короче, вся суть, вся завязка строится на том, что, короче, нужно кушать таблитосы, чтобы не видеть реальности. И все люди жрут реально таблетки, и они думают, что просто детки кушают там конфеточки, а на самом деле детки кушают крысу просто жрут. Так, понял. А это, кстати, было такое тоже где-то. Ну, это классическая, наверняка, книга какого-нибудь там Стивена Кинга, я не знаю, на самом деле. А Лавкрафта, возможно? Лавкрафта, возможно, да. То есть, вот такая антиутопия. И вот мы, если тоже... В каком-то Биошоке это было, ты уж извините, что перебиваю, ты идешь практически, там нянчит ребеночка, тебе кажется, они ствол нянчат, опять же, как раз револьвер. И там ты первый раз револьвер берешь. Где-то это было, блин. Напишите в комментариях, где это было. Ты идешь, и тебе именно мелькает, что там все круто, а на самом деле там полное говно. И если мы заменим все Модзи, ну такое, да, представляешь, что что будет? Это будет тот же самый замена абсолютная. Это нельзя утаить шило в мешке, Apple. Конечно, конечно. И не только Apple, но и общественность. Конечно. Это же на них дали... Дейзи Ридли, или как ты ее назвал? Так на самом деле Дейзи Ридли-то, по-моему... А, да, слушай. Она такая просто, блин, пистолет и говно, такое говно, 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 говно. И все, ее затраллили. Ну вот такая небольшая, коротенькая вспышка статья про Apple. И мы можем переходить в научпоп. Девятая планета. На очень интересном дизайном в таком сайте, на dailytechinfo.org, еле-еле прочитал, с кучей рекламы и с отличным дизайном, статья про... У тебя какая реклама слева в сайтбаре? У меня на самом деле HTC Vive VR. А у меня отпариватели с CD-Link, причем они на всех сайтах сегодня у нас это, и все понимают, что я отпариватель с CD-Link. Ты отпариваешь, а я в VR. Да. Девятая планета может являться причиной наклона оси Солнечной системы. Здесь вся статья, на самом деле, укладывается вообще в один абзацик. Про то, что, прикинь, вот у нас есть изгиб гитары желтой, то, что у нас ось вращения Солнца и ось всех остальных планет, она разная. По-разному, так скажем, располагается. И, возможно, плоскость вот этих вращений нашей системы всей, она изменялась по отношению к еще какой-то планете, вот этой девятой планете, которая мимо проходила, как Серега мимо проходила, мимо пролетала. И плоскость возвращения всех наших детородного органов нашего, так скажем, вот, она относится с этой девятой планетой. То есть Солнце, оно не подвергалось этому изменению, оно осталось на той же оси вращения. А все остальные планеты наши, они более легкие, более лучше одеваются, и они притяжением вот этими всеми физическими законами подстраивались под девятую планету, которая мимо пролетала. Да, попробую сейчас как-то, во-первых, сам понять и еще как-то пояснить. Вот есть плоскость, в которой вращаются все известные планеты. Она находится под углом... В нашей Солнечной системе. Естественно, да. Не вообще все. А она находится под углом в 6 градусов относительно плоскости перпендикулярной оси вращения Солнца. Вот если посмотреть, как вращается Солнце, сделать перпендикуляр, то есть, ну, как бы сказать, 90 градусов, еще на 6 надо отклонить, и тогда вот будет плоскость, где все планеты вращаются. И вот эти 6 градусов, скорее всего, объясняются тем, что есть еще девятая планета, которая как-то воздействует. Вот этим вот наклоном, да, то есть, даже Майкл Браун и Константин Батыгин, они, между прочим, ученые Калифорнийского технологического института, они... Caltech, в котором работают герои сериала «Теория большого взрыва». Да, они выдвинули предположение, что нестабильность орбит некоторых их крупных объектов во внешней части Солнечной системы можно объяснять наличием еще одной планеты в системе. И это какое-то палево, мне кажется, потому что, а вдруг на этой планете кто-то живет? Вдруг там мета-люди, как любят в DC-комиксах говорить, мета-люди, может быть, там же. А что значит мета? Ну, это вот эти супер-супер-человеки какие-то. А, то есть не прото-люди, от которых мы произошли, не в Райкулы, а и мета-люди. Люди с ограниченной ответственностью. Так. Ну, вот, в общем, девятая планета, да или нет, опять же, непонятно, потому что это пока только догадки. Напомню нашим читателям, читателям dailytechinfo.org, это не реклама, и что девятая планета, предположительно, имеет массу в 5-20 раз превосходящую массу Земли. Понял, да, она здоровая. Она, возможно, больше, чем Юпитер. Вот опять сейчас нам потом скажут. Я Юпитер теперь знаю, тот, который без колец. Тот, который с красным пятном. А красное пятно это большой антициклон, это тоже я теперь знаю. Но Юпитер-то больше, чем Сатурн, правильно? Больше, он самая большая планета. И, возможно, девятая больше, чем Юпитер. А вот я сейчас посмотрю, Юпитер во сколько раз больше Земли. Во сколько больше девятой планеты. И уже там будет тебе. Масса Юпитера соц. 317 масс Земли. Так что нет, Юпитер останется больше даже вот этой девятой планеты, потому что она, сколько я сказал, 5-20 раз Земли. А Юпитер 200 Земли или 300. Я сказал и забыл сразу, 300. У меня тогда такой вопрос, как она изменяла. То есть она, видимо, так мимо пролетала жестко, как метеорит. Она может быть просто больше 6%. Юпитер так-то на 40% отклоняет. И как бы про это вопросов нет. Потому что, ну блин, ну это из-за Юпитера. Это, короче, он широкий. Что широкий? А вот эти 6%, они как-то вот не калькулируются. И это вот за девятой планеты. Отлично. Можно, в принципе, в тему слушателей переходить? У нас сегодня такой подкаст легкий, как ветерок. Как летний ветерок. У нас 33, наверное, в Челябинске. Да, у нас до свидос. Мы тут под всеми вентиляторами в мире сидим, какими могли найти в квартире. Да. И как тебе сказать, у нас есть несколько тем, которые нам бы хотелось обсудить, прям остановиться на них? Да, есть несколько просто вопросов. Есть несколько таких мыслей, которые нам высказали наши слушатели. И хотелось бы тоже обсудить и остановиться на них. Мы хотим сделать, во-первых, объявление, что у нас утренняя почта подошла к концу. И мы не будем больше зачитывать все комментарии, просто потому что их стало очень неприлично много, я бы даже сказал. Я бы просто сказал, что это просто презентабельность теряет. То есть подкаст выходит за рамки уже такого... Он начинается как чтение обычное, утреннее. Как я вот в туалете сижу читаю. Да, а потом ты отвечаешь всем, кто тебе за ночь написал. Да, вот, поэтому все-таки мы сейчас будем останавливаться конкретно на самом интересном. Поэтому это от вас зависит, предложили ли вы что-то интересное для нас, или же это просто статья, которой можно поделиться где-нибудь. Но, но мы обещаем, и я от себя как минимум, что в самих комментариях дискуссия будет продолжаться. А там он не оживленный, там уже люди отвечают друг к другу. И я обещаю, что мы допилим таки движок, комментарии, что он станет более понятным, можно будет отвечать на ответ и так далее. Ну, пусть вот все эти UX-вопросы. Давай сначала про конкретно темы, на которых мы сходим. Нет, я, если честно, думал в хронологическом порядке. А у меня открыто, а не в хронологическом. И я тебе прямо... Вот сейчас первое это будет от Uweb Paladina. То есть ты хочешь пойти по наклонной? Практически по накатной. Хорошо. Uweb Paladina, он как бы пишет к ответу к прошлому подкасту, касаясь темы Слиппин Коуда. Когда он Слиппин Коуд? Ну, я Слиппин Коуд, я уже так его и называю, как бы и нормально. Uweb Paladina, это, видимо, ты, потому что он тоже его так называет. Да. Так вот. Он пишет про то, что, короче, говорит... Ну, вот такая тема. Касаясь того, что, я, говорит, мне 22, я достаточно свеж умом, и легко у меня есть задаток, я ковырялся во всяких джумлах, битриксах и т.д. и т.п. И для меня не проблема была пересесть на дикую жесть типа JS. Я, говорит, попробовал, там, типа на Angular React даже попробовал, и попробовал собеседование. Так, знаешь, чисто, чисто устроиться, получать бабло, и все-таки не прошел... Да, причем нам не спалил вопрос. Да, он даже на Junior попробовал, и его не спрашивают про замыкание в JS, но его спрашивали там что-то такое, ну, достаточно глубокий вопрос, на который он не нашел ответа, не смог решить. И он говорит, ладно, это вот... А я, говорит, это я интересуюсь все-таки. Я, говорит, UwebZ слушаю практически. Да, я Uweb Paladin. Как люди 40 лет, 40-летние, собираются просто взять и, так скажем, поменять свой профиль, стать злым разработчиком, который вот просто хочет быстренько заработать бабло, то есть нужно получить какие-то знания быстро. Как они вообще могут? Мне кажется, они не могут так просто это сделать. И он говорит, что многие люди просто на этом зарабатывают, делают курсы маркетологических продвигателей, что легко научиться на JS программировать. Но это не сделает вас человеком, который будет решать задачи, которые нужны на работе. Да. Вот, поэтому тут дискуссия, и дискуссия такая, это как бы очень философский такой вопрос, можно ли научиться в 40 лет и кем нужно быть. Причем здесь есть и защитники маркетологических фирм, которые просто курсы продают. Ну, я скажу, да, Сергей Лизис пишет, что ничего плохого нет, но люди продают знания, и если ты хочешь вот людей сделать, которые вот есть с низким порогом, которые легко входят, ну, при помощи этих курсов в сферу IT, почему бы не сделать такие курсы, да? То есть, ну, маркетинг и маркетинг, все как-то бабки зарабатывают, кто не делает маркетинг. И горяченько, продолжая эту тему, он говорит, да, абсолютно согласен, нормальная тема, то есть, ну, кто-то так учится, кто-то не так. Я причем скажу, что мы не зачитываем все, потому что это, ну, как бы долго просто, не очень, ты сказал, репрезентативно, не очень спектакулярно, как по-русски это сказать, не очень зрелищно, пусть будет вот так. Да. И вы просто можете на паузу поставить, ответы посмотреть, или просто перейти на europedesign.ru slash themesforpodcast93 и посмотреть. Я думаю, у нас люди-то не тупые, потому что, как бы, ну, все-таки IT. Ник Бомбалыч, завершая эту дискуссию небольшую, говорит, он, кстати, на нашей стороне, мы же будем сейчас наше мнение говорить. Да, да, да. Он говорит, что это, конечно, все хорошо, то есть, есть курсы всякие модные, но это все фигня, лучше почитать хорошую книжечку и самому все понять, и бабки, во-первых, не тратить на курсы. И лучше понять, и учиться, и вообще, в принципе, и вообще не потыкать вот этим вот компаниям, которые курсы свои продают, там, думают, что они научатся, сейчас врут нам нагло. Ну и добывать инфу учиться самому, реально, без вот этого дерьма. Это хороший скилл для программистов. Да, вот такая ветка у нас, так будет такими ветками, как в гитхабе. Как в реддите. Да. Продолжаем, да, я так понимаю? Да, следующая ветка от Вовы в тапках. От Вовы в тапках. Он пишет, вы, говорит, съехиничали над моим комментарием по поводу того, что нужно, типа... Я так понимаю, он именно про время. Да, да, он про время. Про то, что мы уже жали, что время. Что не надо сокращать время, надо, видимо, как-то темы... Я не знаю, я даже не знаю, что он хотел. Чтобы просто четко все было. Вот так он, видимо, хотел. Или он, я так понимаю, он имеет в виду, что... Чтобы интересно все было. А может быть, он просто пожаловался, что у него времени не хватает. А у других времени не хватает. Я так хрен его знаю. Вот два с половиной часа. Это время то, которое нужно сократить? Или это время, которое... Это время? Он хочет, чтобы во все два с половиной часа заинтересовывали. Отлично. Ну, я... Не, я только рад, что он хочет это. Он еще спрашивает тебя, какого хрена ты там... Ему, говорит, изменилась целевая аудитория. Он еще у нас попытался сказать, типа, а что это, типа, вы вот сейчас же большинство времени озвучиваете тему слушателей, сами-то не ищете, пойди. Ищем сами до сих пор все. Да. Вот все перелопативаем ленты. Я тебе больше вижу. Только больше этих лент становится. Сейчас, если ампутировать как руку вот эти вот комментарии, у нас настолько еще будет тем, что не разгрести, если честно. То есть, согласен, мы дропаем постоянно темы, постоянно у нас есть еще некий шорт-лист на следующий, что не вошло в этот, и что мы, скорее всего, поговорим в следующий раз. Поэтому тут прям... Да. Так что, Вов, ты предлагай лучше сам свою тему, и мы будем рассматривать. И да, отличные, на самом деле, критические замечания, но не до конца понятно. Все-таки это... Людям не хватает времени своего личного, что в данный момент, когда сейчас все на клипах Леди Гаги по три минуты, а мы по два с половиной часа что-то с тобой тут распинаемся, это как бы мы времени уже не соответствуем, мы как бы хаичные уже. Или реально надо все сократить и сделать тоже по 10 минутам. Я даже вам не скажу, что мы прислушаемся к вашему мнению. Конечно, мне просто интересно, что думают люди. Вот лично я думаю, что люди, им всегда все не то будет. Конечно, конечно. People equals shit. Да. Это потому, что они в тапках или просто... Не знаю, потому что сменилась целевая аудитория. Хорошо. Следующая у нас как раз тема. Следующая веточка. Не-не-не, подожди. Сейчас как раз пошла первая тема. Stop the overuse of overflow menus. Хорошо. Ее нам тоже предложили, я прям... Блин, надо... А как ты понимаешь, слушай, это ты скроллишь по всем комментариям? Нет, я их открывал в том порядке, я прям смотрел, в каком комментарии эта тема, и я вместо этого комментария открывал эту тему. И оно как раз вот между ветками у нас сейчас. А по идее, я бы сейчас, конечно, нашел это где-нибудь и сказал бы, кто это нам предложил. Но я уже так не сделал, потому что лох. А вот нашел. Алексей это нам предложил. Помогло это сильно тебе? Спасибо, Алексей, давай. Да, короче говоря, статья на Free Code Camp, на крутом под медиуме, так скажем. Мы уже как бы немножко вкрапляем в тему слушателей само обсуждение темы, поэтому давай. Просто здесь темы реально стоят отдельного обсуждения, поэтому прям круто. Погнали. Я ее даже залайкивавшись на медиуме, мой лайк был в 970-м. Автор Дэниел Бурка, в Сан-Франциско, или Бурка, неважно. Он причем в Google Ventures работает, то есть он гугловский чувак. То есть можно расслабиться, настроиться на такой, на Сан-Франциско лад такой, легкий. На бриз легенький, который из Bay Area, do it, с моста Golden Bridge. Так вот, и очень много, он здесь там скрин Gmail показывает, очень много менюшек стало, в которых надо развернуть. More, далее, еще, и вот всякие такие штуки, в которых не влезли все пункты, которые, ну, которые есть, но которые не влезли. Он говорит, вы, чуваки, это, вы думаете уже башкой, наконец-то, вы, если туда спрятали какие-то пункты, может, ну, их нахрен вообще. Слишком много этих менюшек оверфлоуных стало, и в них все равно люди не зайдут, потому что они не знают же, что там внутри будет. Ну, это действительно взгляд такого чувака из Сан-Франциско. Согласен, бунтарский, нетрадиционный. Нетрадиционный. Здесь топ-хайлайт есть, что больше всего расшаривали. Вот менюшечки с оверфлоу все время кажутся очень идеальным решением. Вот не знаете, что-то куда-то, куда запихнуть? Кидайте просто в оверфлоу меню, и все, и не хай, что называется, как говорят наши западные соседи. И, во-первых, ты решаешь сразу проблему, что у тебя весь дизайн и интерфейс don't be clean, simple. Никакого комплекса, никакой сложности. И у вас вроде все выглядит просто. Четыре кнопочки, и пятая кнопочка мор. А в этой кнопочке там реально мор. То есть ты заходишь туда, и тебя уморяет это все, потому что там до свидетельствия выпадает еще 500 вариантов разных. Но суть в том, что вы не удаляете какое-то, ну, как бы вы не убираете, а прячете. И это, знаешь, как... Вот если вы мусор под ковер будете, мусор так и останется под ковром, его надо вынести. Именно что он делает? Это моя метафора, а не его. Нихуина, ты что делаешь, а? Вот, да. Ну, я согласен. То есть мы не помогаем тем самым, не упрощаем интерфейс, а получается то, что юзер хотел бы увидеть. Даже не юзер, а юз-дверь. Юз-дверь, просто. Да, оно просирается, потому что ты все равно не туда... Ну, сейчас это будет дальше. Окей. Он предлагает, например, пример. Вот, говорит, Google поиск по картинкам. Мне, говорит, каждый раз хочется просто отсортировать, чтобы только большие были. Я, да, я так же делаю. И каждый раз, говорит, я туплю. Хотя, говорит, вот я уже тысячу раз делал и все равно туплю. Есть, говорит, две меню. Первое называется More, а второе Search Tools. И вот надо, говорит, нажать Search Tools. А я каждый раз хочу More нажать. А в More там, говорит, просто поиск дальше. Там не имиджи с видео-шоппингами, а там всякие приложения, карты. Да, ну, короче, вот это тупое говно. А именно Tool Tools для картинок, а не в Search Tools. Я, говорит, каждый раз делю на ноль и просто там беда. Согласен. Дальше Android. Он по Google идет. Хоть он в Google и работает, он сам своих и поносит. Так. В Android, говорит, все построено на Overflow менюшках. Там, говорит, вот эти кебаб-меню, где три точечки вверх. Лиля, кебаб. Да, стрелочки у каждого будильничка еще. И, говорит, их так до хрена. Ой, да, да. Что вот то, что вы прячете что-то, это не упрощение. Потому что у вас есть три варианта. Первый, удалите нахрен фичу, которую прячете, потому что в эту Overflow меню зайдет 0,001% людей. Ну, нужна ли вам вот эта 0,001% людей? Она и то туда заходит, возможно, так, по фану. Конечно. И, ну, то есть, это тупо. Или добавьте второй вариант. Добавьте фичу прям for real. То есть, прям, не стесняйтесь ее. Не надо ее прятать куда-то. А просто прям вот на страницу сделайте. Пусть лучше скролят люди все ваши способы, но они уже здесь понятным способом показаны. И да. Слушай, даже, я думаю, такая же проблема есть и вот в Apple Music. Ой, ну, Apple Music и iTunes – это отдельная вещь. По ним можно было пройтись так же, как по гугловским сервисам, на самом деле. Не то, что мы здесь Apple Boy'ем с Никитой. Ну, да. Третий пункт. Вы хотя бы структурируете эти Overflow меню по-человечески. Не называйте их More или Menu. А делайте там другие способы. Ну, я не знаю. Включите свои фантазии. Мы не собираемся здесь фантазию включать за вас. Мы уже выключили ее. Мы уже выключили, да, к концу подкаста. И, в принципе, еще дальше. Вы примите, что вы используете костыль. А костыль по-английски будет crutch. Вау. Да. Слушай, модно, по-моему, crutch. Согласен, как кранчи. Да. Хрустящий вот crutch. Прям круто. И вы, говорит, первый шаг к решению проблем, это признать, что проблема существует. Это я уже от себя, опять же, говорю. Ни хрена. Вы сами с собой будьте честны. У вас говно. Сделайте как-нибудь, решите эту проблему. Ну, и вообще, да. То есть, тут как бы все, конец. Делайте Overflow меню или суперкрутыми, или не делайте их вовсе. Потому что это все вот просто под ковер. Сор, царинки заводить, а там все равно мыши заведутся. Продолжаю я свою метафору. Да, Алексей, спасибо за тему. Интересно. Следующая ветка. Я так понимаю, ветка, да? От Васи. Сейчас. Буду открывать. Буду открывать. Ссылка, как там она? 363-й коммент. 363-й комментарий. И Васи пишет. Привет, пацаны. И сейчас я, опять же, сейчас, чтобы освежить, что он там пишет нам. Там что-то было про то, что... А, во, я вспомнил, что он там пишет. Он говорит, это тот чувак, которому мы в прошлом подкасте, он спрашивал, а что мне делать? Я вот программистом дико не хочу работать, разработчиком. Устал уже. Устал. Не хочу к нам. Я говорю, сходи на завод поработай. Он говорит, да базара нет. У меня, говорит, сейчас бабла там есть. То есть он, в принципе, какой-то крутой, видимо, чувак был. То есть идти-то мне не надо работать. Я и так посижу. Я, в принципе, могу без бабла. Сейчас, значит, короче... Я даже могу сейчас спокойненько пойти устроиться. То есть как только я свое резюме выкидываю, мне куча HR пишет. И я даже прохожу собеседование. Я прохожу. Но потом я, говорит, иду и не иду. Вот работать неохота. Вот мужики, вот реально. Да просто неохота. Я, говорит, лучше на заднице посижу, говорит. И что-нибудь свое, что-нибудь такое легенькое замучу. А сейчас я пока, говорит, пошел кататься на велике. И всем пока. Пацаны, вы в жопу, а я домой. Вы там держитесь. Да. Вот. Я очень надеюсь, что он поехал на велике кататься до завода, во-первых. Потому что, как бы... Ладно. Я не знаю, на самом деле, есть ли у наших подписчиков такие проблемы или нет, как у Васи. Потому что это проблема первого мира. Согласен, да. Здесь картинка должна всплыть, но не всплывает. Да. Поэтому спасибо большое. Опять же за комментарий. Отлично просто. Мне подняло настроение на самом деле. Я себе распечатаю, и у меня будет картинка Сан-Франциско, и рядом вот этот комментарий от Васи. Хотелось бы еще фотографию Васи рядом, чтобы есть этот ролл фейс у тебя. Да-да-да, Васек, присылай. Вот. Я под фотошоп... Я не под фотошоп. Ладно. Окей. Слушай, мы, по-моему, пропустили комментарий Тимура. Он такой 343-й. Так, а мы не хотели ли его дропнуть? Не, мы дропнули 61-й. Тьфу ты, блин. Придется мне сейчас слаг развернуть наш. Найти там... Там вот вечно у нас есть. Ты его просто как пометил, так я его и не открыл. Ну вот 61-й не надо, 43-й нужно. А, ты черт. Подожди, а как я тогда его пропустил-то? Я запутался. Подожди, у меня дворнички. Да. После 300... Да, я 43-й не открыл. Вот я лох. Тимур пишет. Давай. Он пишет в несколько частей. И он говорит, он нам на самом деле очень насущную тему и прикол. Я не знаю, вот сейчас интерактив со слушателями и со зрителями. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы, так скажем, зарисовываете скетчи. Я не знаю, надо ли слово прототипируйте здесь использовать, но вот именно скетчите, такой набросочек делаете дизайна своего сайта. Потому что чувак, оказывается, интересовался не про то, на чем сделать сайт. Нет, ну скетчи, макеты все-таки. Макеты. Это именно когда ты карандашиком сайт рисуешь, а макеты это когда ты уже весь дизайн прям продумываешь. И мы, к сожалению, немножко мисс ответили ему, потому что в прошлый раз он спросил, конкретно не на чем сверстать все, да, а на чем зарисовать макетик такой. Нет, мы еще говорили в Wireframe CC, кажется, как CC Capital. Говорили именно кликабельные прототипы, как делать, а он-то хотел именно про макеты. Да, а наш дорогой слушатель, подписчик интересовался конкретно в чем макеты, и он говорит, может быть, блин, я, говорит, жду сильно, чего же он там ждет сильно. Сейчас я даже найду. Adobe Muse он, говорит, превратил просто как пример, но он же с нетерпением Adobe Experience Design CC. Мы говорили об этом, да, что он анонсирован и что там будет. Я, если мне не изменяет память, он в бете-то давно есть, можно не ждать, можно пробовать. Да, но мы от себя, вот ты от себя конкретно сказал про Photoshop, что может быть, вот напишите обязательно в комментариях, потому что чувак реально интересуется технологиями, про технологии, я уверен, что есть всем что сказать. Второй пункт, он пишет просто, что чуваки, ну он конкретно говорит. Он нам предлагает, я быстро влезу, что делайте второй подкаст. Первый будет только вашей темы, а второй только интерактив. Ну это, не знаю, пока думаем про это. Мы как бы, мы не стесняемся экспериментов, но да, пока думаем. Пока это сильно в разработке. Вот. И тоже он так же за всю, за любую движуху, кроме голодовки он, короче, за репозиторией на GitHub и т.д. и т.п. Да, он нам предлагает здесь всякие задания раздавать и так далее. Это слишком enterprise для нас пока, пока вы не поддерживаете проект должным образом. Нам, мы и так слишком много времени на это тратим, не спим, не жрем, не ссын, здесь сейчас у нас в Челябинске уже 12 часов ночи, Никите еще ехать на автомобиле домой. Да, это хорошо, что на автомобиле. Да. Практически на велосипеде, как Вася. Ну да, да. Я так понимаю, идем к следующей веточке или у нас есть еще тема какая-то отдельная? Теперь у нас тема. Давай. Стоп, нет, теперь следующая. Так, Вася, да, да, тема. Нельзя просто взять и научиться программировать. О-о-о. Мне очень понравилась тема. Здесь, во-первых, Боромер, а именно Шон Бин. Я бы даже сказал, get hyped по поводу вот этого темы, темы этой. Да, get hyped. Прям embrace the coding. Нельзя, короче, просто взять и научиться программировать. И здесь как раз говорят о том, о чем говорил сплинт-коуд. Или кто? Слипт-коуд. Не сплинт-коуд, а один из... А, Юве Паладин. Ну-ка. И Ник Бомбалевич ему отвечал, что все вот эти чуваки, которые курсы делают, они говно. Потому что они все говорят, что кодинг это легко. Так. И здесь автор, а именно Куинси Ларсон, он учитель на Free Code Camp как раз. То есть он прям у себя практически пишет. Он говорит, не слушайте никого, кодинг на самом деле сложный. Кодинг is hard. Он, то есть, с Виртом согласен, что хрен научишься и хрен походишь. Да, примерно так. И говорит, есть несколько сценариев. Вот вам все говорят, типа, блин, 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 мы, короче, супер-человеки, не будем называть с конкретных имен, мы научим вас кодить, это легко и все будет круто. Первый сценарий. Первый человек пишет, типа, я вот пытался научиться как-то кодить, мне было тяжело. Ну и как бы все, больше я не пытаюсь. И маркетолог говорит, кодинг это легко, чувак, тут просто это, он, блин, а, и чувак такой, да, похоже, легко, просто я тупой. То есть, это первый сценарий. Второй сценарий. Человек говорит, я хочу научиться кодить, но кажется, что это сложно. Маркетолог говорит, нет, это легко. Второй говорит, что, правда? Конечно, покупай мой курс, программу, электронную книгу, будешь элитным кодером всего лишь за месяц. Но это продолжение наших тем, опять же, да? Да, второй человек говорит, типа, блин, блин, shall I take my money? И потом, через месяц, такой, блин, я думаю, это будет легко, похоже, я тупой. Опять. То есть, к одинаковой концовке пришли практически. Да, скорее всего. Третий человек говорит, блин, у меня как бы вот нету интереса учиться кодить, я успешный менеджер, и если бы я что-нибудь и покойил когда-нибудь, я бы, типа, просто заплатил, чтобы мне на кодили. Ну, это купить перс в Вовке. Вот, да, да. И маркетолог такой, да не, кодить это легко. И этот человек говорит, а, ну, легко и легко, ладно, я тогда в следующий раз, когда буду нанимать программиста, я буду сжать бабки. Это ж легко, я буду меньше платить. Да. Все три сценария полное говно. Первые два люди убеждаются, что они тупые, а третий просто еще индустрия в жопу катится, и демпинг происходит из-за вот этих людей, которые курсы продают, и говорят, что кодинг это легко. Я бы даже сказал, первые два пути это неконгруентные такие сценарии, когда чувак реально разочаровывается не из-за того, что... Ну, короче, да, из-за мискоммуникации. Да, какой-то вот такой, да, хрень. И это все равно, что говорит, говорит, что хирургия мозга это легко. Или писать романы это легко. А действительно, программирование это хирургия мозга, я, да. Согласен, не меньше. И вот здесь он говорит, просто представьте себе ситуацию, хирург мозговой на вечере говорит этому. На вечеринке? Говорит, на вечеринке, говорит, романистке Маргарет Этвард. Я, говорит, всегда вот хотел бы писать. Ну, вот я вот на пенсию пойду, буду писать, это же легко. Она ему пишет, блин, в натуре, слушай, какое совпадение. Я вот, когда на пенсию пойду, я буду хирургом мозгом, это же легко. Ну и все. И вот это то же самое про кодинг. И это первое. То есть первое, это маркетологи, которые просто демпингуют, так скажем, нашу индустрию и типа зарабатывают деньги, еще заставляют людей чувствовать себя тупыми. А второй еще есть, так скажем, момент. Это люди, которые уже научились программировать. И они уже забыли, как это было сложно. Как Вася. Да, как Вася. Они, ну, нет, ходит легко, я же кодю. Они забыли, что они перед этим ручки и губки себе разбивали. Когда учатся ходить, падают. Мне кажется, даже никто так не скажет. Нет, кроме Вася, никто так не скажет. Всем сложно продолжать программировать, учиться и что-то делать. Может быть. Но вот я, например, просто на своем примере скажу. Вот иногда так бывает, типа, я такой, блин, так а че, че такое, там, съездить в пионерлагерь, это легко. И мамка мне такая, ты, чувак, ты вспомни, как ты там ревел, как ты там не хотел возвращаться. Это потом тебе уже понравилось и все такое. А поначалу ты тебе дерьмо было. А у меня мозг уже стер из памяти, что мне дерьмо. Мне кажется, что сразу легко было. Или ты, да че там, я в теннис играю же, легко в теннис играть. Ага, давай, иди там. Вспомни, как ты первые две ракетки об колено сломал, просто от злости, что не можешь научиться. Паскетим. Да, паскетим. И все, и ты как бы уже забыл. То есть, наверняка есть такие программисты, которые говорят, да нет, че, легко, тут тяп-ляп, вот уже и в продакшн. Ну да. И здесь сразу смешная картинка, как нарисовать лошадь. Первый шаг, два кругляшка, нарисуйте ноги, нарисуйте личико, нарисуйте волосики и добавьте чуть-чуть детали. И там сразу нормальная лошадь такая прям козырная с тенями. Слушай, это в стиле, на самом деле, учебник в программировании. Да, сделайте id, сделайте rs. Да, да. И хоп, и у вас плагин готов на WordPress. И Хуинси Ларсен и шутит. Любой кодинг-туториал, который вообще когда-либо был написан, он вот такой. И, в принципе, он и говорит, а как вот легко вообще, как вот вы давно просто брали какой-то туториал и легко его проходили? Я могу от себя ответить на вопрос, были, были туториалы на Tuts+, например, это не реклама. Не, туториал мало того, а ты дальше задание отдельное туториала сделать после этого. Не важно, он предпочитает думать, что ты даже и некоторые туториалы еще хрен сделаешь. Потому что на протяжении туториала вы встречаете такие слова, ну тут, короче, очевидно, подключаете API-ку, короче. Такой сидишь, блин, какого хрена. Да, и он говорит, просто simply integrate with Salesforce API. Просто интегрируйте с Salesforce'ским API. Или simply deploy to Amazon Web Services. Ну, короче, просто запусти на Amazon Web Services, а дальше нормально. И вот из этого и появляется кодинг из Изи. И хочется стол перевернуть, как вот в этой картинке. В гифке. Ой, это же в гифке, а в АСКИ шутке, да, вот в этой. И говорит, ну ладно, давай, короче, как в фильмах, окружим себя экранами, где здесь зеленый шрифт, сделаем все. Будем, закинем энергетик и будем просто интенсивно стучать по клавишам. А это что-то не получается, ни хрена. Полное дерьмо. И говорит, вы просто примите уже, что ни хрена в этой жизни непросто. И в любом случае, если вы в каком-то туториале встретите слово «легко», закройте этот туториал нахрен. А если будете писать какие-нибудь туториалы, никогда не пишите, что что-то легко. Вы пошагово лучше пишите и так далее, потому что, блин. Так будет легче. Иначе, да, говно. Здесь есть шуточные, а может быть не шуточные, расширения для хрома, типа Симпли. И это расширение, которое анализирует туториалы и показывает, beginner-friendly он или нет. Отлично. Поэтому прям не верьте хайпу, не говорите, что кодинг это легко, кодинг это досвидос сложно. Мы с Никитой, наше мнение, Никита. Я полностью присоединяюсь к какой-нибудь Ларсону, он прям с языка сорвал. Хочется прям вот засунуть в задницу и провернуть людям, которые курсы продают. Хочется его статью засунуть. Их курсы, его статью, а потом их курсы, еще сзади, еще пробку такую прям плотную. Потому что вот не надо так говорить, ни хрена это не легко. Я просто думаю даже, что добавить к этому, но мне кажется, здесь уже даже, во-первых, добавить нечего по математике, во-вторых, так можно и не только к программированию, к любой среде, вообще абсолютно к любой. А к любому четвергу. И к любому, да. Не, я даже больше скажу, то есть каким-то обычным вещам, казалось бы, даже, я не знаю, приготовление пищи. Мне даже именно она вспомогла, что это говорит. Вот, к таким простым вещам, даже, возможно, уборка дома, и то надо как-то... Уборка уборной, возможно. И то нужно учиться. Да. И это нелегко. Это не зазорно, что признать, что что-то сложно, блин, человеке, все сложно, реально все. Ну и тем более не так просто кольцо кинуть в мордор. Да, нельзя просто взять и войти в мордор. Мы идем дальше, я так понимаю... Следующая ветка Сергей Ли. Сергей Ли пишет. Его опять сплинт-код вдохновил. Его опять же, да, сплинт-код про вот женщину-джава-разработчика. Я просто вам напомню, кто не слушал прошлый подкаст, а тя-тя, но, но... Он пишет про то, что там тетенька очень легко адаптировалась. Она раньше, я так понимаю, чуть ли не на... Знаешь, чуть ли не 30 лет назад писала на джаве и очень быстро встроилась в рабочий процесс. Тоже 30 лет назад, если меня не изменяет память, джавы не было, ну ладно, не буду придираться. Но вы понимаете, да. В общем, очень давно... И он... Сейчас, я просто напомню себе, о чем он пишет. Он говорит о том... А вот представьте себе, вдруг бизнес и программирование это одно и то же. Вдруг бизнес это, по сути, тоже алгоритмы. И как вот вам кажется, есть ли сходность некоторая в этих понятиях? Би-ту-би, я не могу, я это вижу. Потому что вместо функций у него работники, а вместо классов контрагенты. Честно говоря, ну окей, да. Любой техпроцесс... Ты согласен ты или нет с этим, что любой техпроцесс алгоритмизируется? Согласен. А при любом техпроцессе понятие системного подхода, то есть там классификации и так далее, разбитие на функции, оно поможет. Я думаю... Хоть в программировании, хоть в бизнесе. Даже какой-нибудь очень творческий процесс, типа постановка в театре, например, какая-нибудь, и то алгоритмизируется. Это тоже программирование? Да. Просто разные поля в мозге задействуют. Это программирование не математики, а программирование литературы. Ну да. А в бизнесе это программирование работы с людьми. Да. И то есть как бы технически системный подход важен везде. Я вот так хочу свести вопрос к тому, что везде ли нужен системный подход? Да, если хочешь преуспеть в каких-то делах, системный подход везде не повредит. Я, честно говоря, сейчас не знаю, к чему это вспомнил, но мы тут недавно говорили про Абдулова в этом же подкасте. Так, да. Я видел... По культуре он давал интервью, очень-то новым же. К сожалению, про него хорошо или никак. Да, да. Про него хорошо. Говорит, я... На самом деле он не то что великий какой-то театральный чувак, но он же в театре до хрена играл, и в том числе фильмы крутой. Да, и он рассказывает, что я, говорит, как... Я вот не могу представить себе роль... Вот он, допустим, играет Чацкого, например. Я, говорит, не могу сразу играть Чацкого, вот так с нуля просто вот начать в майке играть Чацкого. Мне для этого надо полностью костюм шить, продумать самому костюм. И когда, говорит, я надену костюм, посмотрю в зеркало на него. И вот он Чацкий, и вот он я. И я сразу понимаю, что я должен говорить, когда я должен двигаться. А, говорит, пока я не надел одежду, просто вот, представляешь, физически. Вот. То же самое, надо одежду, видимо, программиста надеть просто и все. Ну, или одежду бизнесмена. Или да, да. Возможно, поэтому некоторые программисты в костюмчиках. Они просто одежду бизнесмена надевают. Мне сразу во всяких играх вспоминается, вот, например, в Фоллауте, кроме брони, есть непосредственно одежда. Она там типа халат, он плюс один к интеллекту. Как в Вове, например, рубашка. Ну да, но рубашки, они почти всегда Vanity Items, то есть это просто так по прикольчику. Ну да, то есть, вот, ты должен надеть костюм бизнесмену, у тебя будет плюс один к бизнес интеллекту, бизнес алгоритмам. Так, идем дальше. Следующая ветка. Это ветка, да, именно? Да, GK. Сейчас я открою. 371-я. GK пишет нам. А вообще, вкратце расскажите, как пишете подкаст, интересуется. Почему не используем термин скринкаст, хотя я вам, я просто по секрету скажу, что в Slack у нас эта ветка, так скажем, этот канал называется скринкаст. У нас вообще скринкаст повелось так изначально всегда, я просто сразу отвечаю на вопрос. Это обзоры конкретного, которые мы пишем отдельно, не подкасты, а которые вот ты пишешь там. Ну там обзор на WordPress, последний и так далее. Да, вот это скринкасты почему-то, потому что конкретно там большой упор делается на то, что мы показываем, а здесь все-таки на болтовню. Поэтому это подкаст. Подфм. Это не реклама. Это не реклама. Интересно, какое оборудование, программа, но это мы тысячу раз говорили, что у нас там скринфон. Ну давай повторим, у нас скринфлоу мы записывали раньше. У нас кухня. Именно захват экрана происходил с помощью PO-скринфлоу. Да. Но, к сожалению, на macOS Sierra он не работает, мы прибегли к помощи Camtasia 2. Говно, не программа, скринфлоу просто божественное. У нас кухня, у нас мы сидим друг напротив друга. Мы... Ты скроллишь. Да, я скроллю, я записываю свой ноутбук. У Никиты на ноутбуке параллельно тоже открыты эти темы. Он как-то... Я управляю, соответственно, Александром. Я сижу, короче, как обычно, в трусах, но сверху у меня костюм, как в скайпе. Ну ты примерил костюм, опять же, бизнесмен. Да-да-да. Он спрашивает, как раньше было. Подожди, у нас аудио, внешний интерфейс M-Audio M-Track 2. Кстати, обзор на него есть на канале. Да. Как-то не странно. Примочка такая. В него мы втыкаем микрофоны по XLR проводам Behringer B1, студийный конденсаторный микрофон, каждому. Я сейчас скажу, что изменилось в процессе с первых выпусков. Мы не экранируем их между собой, поэтому эхо от меня слышно в Никитином микрофоне, а от него в моем. Да. И так, что еще бы сказать? Да. Еще вентилятор вон у нас дует. Уэлтон фирма, непонятно какая. Чай пьем. Нет, суть в том, что раньше это было еще запись, так скажем, даже не то, что в один микрофон, а я бы хотел сказать, что это в одну гарнитуру все это происходило. Да, у нас раньше записывали на айфонную гарнитуру, и такое бывало. И мы ее на микрофонную стойку вешали, чтобы она как бы между нами была. Болталась. И да, раньше мы с одним ноутбуком сидели. Только с моим. И мы по очереди, когда моя тема была, я водил курсором, когда Никитина он водил. Да, на одном диване с потевшими задницами. Да, прям. И у нас на икеевском столике стоял этот ноутбук. Ну и подкасты были 40 минут 30. В принципе, можно было с потными задницами сидеть на одном диване, а теперь на разных стульях сидим друг напротив друга. Да, вот такая небольшая для GK. Как сводим аудио? Сначала вейблтоне прогоняем, компрессируем звук, гейт там добавляем, всякое говно. Шумы не знаем, как вейблтоне убирать. Подскажите, если вы знаете, как там... Я думал, знаешь, сводим как аудио. Ты знаешь, что ты ему нравишься. И как бы они сводятся. Да, и мы с вахами работаем для аудио. А потом уже в ScreenFlow добавляем дорогу уже скомпрессированную, прогнанную через вейблтон. Напишите в комментариях, если можете подсказать нам в личку куда-нибудь, как шумовой профиль вейблтоне подстроить и скомпрессировать хотя бы шумы. Может, не вырезать полностью? Потому что у нас вот такой вот голос тогда будет. А хотя бы просто скомпрессировать шумовой профиль, тогда будет круто. Мы не знаем, как это сделать вейблтоне. И в ScreenFlow потом эту дорогу накладываем с видосом, накладываем звук. Я не знаю, в этот раз мы будем музыку делать или не будем. Я еще не решил. Посмотрим. Это как загадка. Какое настроение у меня будет через час в 2 часа ночи, когда я буду это сводить. И да, на ночь ставим конвертироваться, потому что очень долго это все конвертируется, 5-6 часов рендерится видос. У нас это приготовление такого блюда. У нас это досвидос, потом считаться электричество досвидосное приходится оплачивать, потому что бук крутится, лавэха не мутится, к сожалению, поэтому поддерживайте наш подкаст. Ну, то есть все происходит на кухне, потом ночь настаивается и в продакшн. Окей, мы дальше идем в тему. Дальше тема про загадочную звезду Табби. Окей. Вообще прикольно. NakedScience.ru нам приготовила, ну, достаточно лаконично описывает тему про загадочную звезду Табби, которая быстро теряет яркость. И ученые... Ее нам Игорь Ялл предложил, я нашел сейчас. Да. Ученые у нас могут палить всякое, на самом деле. И вы ни для кого не секрет, что кроме солнечной системы есть и другие системы, в которых есть звезды, есть планеты. Так. И звезды очень видны, оказывается, в принципе, астрономам. И они смотрят, находят разные, так скажем, какие-то выделяющиеся, интересные, может быть, объекты. Например, такие, как вот эта KIC 8462852 суперзвезда, за которой они палят. Они, я так понимаю, ее Табби назвали. По прикольчику. И оказывается, вот этот тот объект, который горит, светит, он начинает потухать. Причем потухает, уменьшает свою яркость иногда до 20%. Представляешь? Причем они, знаешь, они как примерно как за живым существом наблюдают. И долгое время она ничего не происходит. То есть вот 1600 дней они за этим KIC 8462852 наблюдают. Ничего не происходит абсолютно. И буквально за несколько дней все нахрен падает. Но 1600 это я сейчас соврал за 1000 дней. Нет, они 1600 снимали, все было более или менее. Потом за 1000 дней ни хрена смещалась всего 0,34% в год светимость. Да, а потом хоп и резко упала до 3%. То есть, ну действительно сильно потухла. И что самое главное, она все потухает и потухает. И вот такая загадочная Табби. Непонятно какого хрена. Все пытаются на инопланетян все свалить. Но это еще не факт. Я уверен, что это они. Как сказал по этому поводу Нил Деград Стайсон, если вы что-то не понимаете, это еще не значит, что вы имеете дело с инопланетянами. Ну и что он позовет? Не знаю, может быть это он ее тушит в звезду. Тушит? И не хочет это сообщать никому. А может быть это первый ордер, орден, из 8 эпизода или 7, извините, из Звездных войн, опустошает звезду Табби, чтобы с ее помощью взрывать там что-нибудь. Быстро причем. Ну да, да. Так, у нас следующее... Следующая опять тема. Ксакипа.ру Ксакипа.ру Сайт для ксакипов, крутых очень пацанов. Предоставил нам тему, сейчас я даже вспомню, про HTP 2 точно. У меня даже еще не прогрузилось, но я все помню. И говорят пацаны, крутые ксакипы, которые могут какой-нибудь ксапнуть какой-нибудь сайт легко. Они исследовали протокол HTP 2.2, а я здесь позволю себе говорить, как будто я в 70-х годах. Оказывается, есть 4 опасных бага в этом протоколе HTP 2.2. Они, короче, исследовали компанию Impero. Грят, мы тут с пацанами с крутыми поисследовали, с крупнейшими производительными веб-серверами. Да, сапач, Microsoft, Nginx, JT и NGT 2. Вообще, как вот HTP 2 себя ведет? И нашли 4 бага, и я сейчас вам их перечислю. Я просто хочу напомнить, что по данным V3Tags, новым стандартом HTP 2 пользуются уже 8,7 всех сайтов. Это 84 миллиона ресурсов. И, короче говоря, баги. Нашли. Slow read, например. Атака основана на том, что вредоносный клиент читает ответы крайне медленно. Понимаешь? И данный баг похож на Slow Loris, DDoS. Эту атаку, которую использовали против финансовых организаций в 2010 году. То есть, я так понимаю, короче, DDoсят, оно медленно отвечает. Но я тебе так скажу, можно задодосить, например, один сервер биржи какой-нибудь, котировки не вовремя затормозятся, другие клиенты, которые... Вот ты задодосишь один сервер, на котором шардится это все. А на другом сервере немедленно это все. И ты на том сервере на 2 миллисекунды раньше получаешь котировки, успеваешь перекупить какую-нибудь валюту, и можно на этом наживаться. То есть, из-за рассинхрона. Да, да. HPEC Bomb. Исследователи пишут, что атака похожа на Zimbomb. То есть, на случай, когда вредоносный архив используется для вызова краша программы или системы, где он был запущен. Подобные атаки часто используют, чтобы вывести из строя антивирусное ПО. То есть, практически реально бомбочку закинуть, чтобы антивирус вывести из строя. Атакующий создает небольшое, невинно выглядящее сообщение, которое оборачивается для сервера гигабайтами данных, полностью оттягивает на себя все ресурсы памяти и уводит сервер в оффлайн. Ну, то есть, шатдаун ему делает. Вот такое вот... Уже более серьезное. HPEC Bomb реально закинуть. Dependency Cycle. В HTP 2 был представлен новый механизм управления потоками, созданный с целью оптимизации работы стены. А, как мы знаем, все новое его надо протестировать. Я думал, что все новое – это хорошо забытое старое. Да, однако данный механизм может быть использован атакующими для создания вредоносного запроса, который приведет к зацикливанию. Ну, это классическая тема. Разорвать такой порочный круг практически невозможно, так как механизм контроля потоков будет пытаться по кругу обработать вредоносные запросы. Вот, то есть, это реально будет тоже вообще зацикливание и переполнение стэка классической, и тоже все, сервак вообще заглохнет, затихнет, и вы не сможете до него достучаться никак. Stream Multiplexing Abuse. Проблема связана с тем, как сервер осуществляет мультиплексирование потоков. Механизм Stream Multiplexing был создан для туннелирования нескольких сессий через одно HTTP2 соединение, и атакующие могут осуществить DOS-атаку, нарушив логику разделения соединения. Ну, короче, типа не в том порядке послать, начнется затуп. Да, клиент-сервер, клиент-сервер, оно все затупится. То есть, реально, в HTTP2, оказывается, есть реально дыры. Причем их поправили сразу же. Конечно же. Но Impervo предпочитает думать, что это не конец. Это только вершина айсберга. Да, не только они, но, может быть, и кто-то другие найдут еще, и с HTTP2 лучше повременить. Как я понимаю, крутые ксакипы, они такое видят на раз. Конечно, есть у меня сейчас после обеда часок, найду пару уязвимостей, что, какие проблемы. У нас еще осталось пару веток от слушателей, я хочу к ним перейти уже. Undefined прокомментировал. Давай. Говорит, круто, 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 круто. Люблю, говорит, 2 hours, более 2 hours с подкасты ваших. Нахрен, какие блицы, не надо ничего, потому что, когда больше 2 часов, это как хороший виски подкаст, ты его смакуешь, пьешь, сидишь, реально такой long drink, long read, который можно несколько раз зайти на него, возможно, даже это прибавит нам просмотриков. Он говорит, что хочет больше про JS, чем про VP, но это классическая проблема всех людей, наших слушающих, наш подкаст, что они хотят больше про JS. Кстати, про VP сегодня вот уже и не было, возможно, в прошлый раз тоже и не было, я уже не помню. Да, вот тут вопрос, опять же, интерактив со зрителями. Напишите, если вы вдруг по каким-то причинам не отвалились и все еще слушаете подкаст, почему нужно залить его на SoundCloud? То есть это какие-то проблемы с прослушиванием на Android, потому что на iOS без проблем. Или это капризы. Или это капризы. Или вы просто диджеи все. Да. И вам просто охота подписаться и там про аккаунты свои как-то, я не знаю. Непонятно, непонятно. Да, то есть напишите, почему SoundCloud конкретно? В чем прикол? Может быть, это даже лучше, чем YouTube, мы сейчас откажемся от YouTube, все там удалим и ОЛОЛО. Вот. Что? Есть ли время и желание попробовать у нас новые форматы? Ну, время точно нет. Пока. А желание дохрелло? Желание есть. Пиши, какие новые форматы. Мы всегда задумываемся. То есть реально. Я потом, может быть, ночью перед сном, я, блин, антифайн же нам предлагал вот это, может, все-таки попробовать хихихекнуть с ним что-нибудь. Да, он говорит, ОБС почему не используем. ОБС я пробовал включать, он живет ресурсов еще больше, чем Camtasia. То есть, наверное, на банке это можно было бы сделать? Да, если бы у нас был iMac большой, и мы бы здесь на удаленном рабочем столе сидели и записывали это. То ОБС нормально бы зашел? Ну, что-то как-то, ну, может быть, я, опять же, я его пробовал на предыдущей бетке Сиерры, и там он все разогнал по жести. А сейчас у нас даже Camtasia всего до 61 градуса греет, поэтому можно будет попробовать опять ОБС. Посмотрим. Он тем более бесплатный, не надо будет новой версии скринфлор. А, я вспомнил, почему мы его не используем. Там нет монтирования сразу. Здесь и в Camtasia, и в скринфлоу сразу монтирование, и сведение, и вообще. А в ОБС вообще нихрена нет. ОБС придется после того, как ты сконвертировал, все это переносить в какой-то андог пренеер. Причем, понимаешь, там ты сначала в ОБС и отрендерил. А, ну не рендер, он на лету рендерил. Да, он сразу вылетает. Тебе придется потом это все равно... Он выкакивает тебе. Он тебе такой сурс дает. Тебе его все равно потом придется... Ну, ты можешь, в принципе, писать видео в ОБС, звук в, я не знаю, в Audition. Ты можешь сразу в примере все писать, но это все уже. Ну, короче, это вопрос все того, что вот, ну, когда-нибудь, может быть, мы доэволюционируем, как Покман. Я думаю, это сейчас пока не критично. Он спрашивает дальше такие общие вопросы, например, про технологии, языки, с которыми мы сталкиваемся и работаем каждый день. Я сталкиваюсь с PHP и JavaScript, как это ни странно. Я, кстати, с MySQL сталкиваюсь каждый день. И с SQL-запросами непосредственно? Да, конкретно, да. Почему лечится, в принципе, я знаю. Глазин, это проблема. Почему выбрали именно формат скринкаста, а не радиоподкаста? Ну, так повелось. Мы как будто решили, что... Одной видеодорожки будет мало. Ой, аудио, точнее. Да, как-то это скучно. Мы хотели выпендриться, и вот выпендриваемся уже, 94-й выпуск. Да. Или 93-й. Трамп или Клинтон? Вот такой, открытый. У нас, кстати, с Никитой противостояние некоторое. Нет, я-то тоже за Трампа, но просто суть в том, что Клинтон выиграет. Ну, вот да, я-то за Трампа и думаю, что он может выиграть. Я прям... Мы могли бы с Никитой поспорить на какие-нибудь смешные деньги, типа 10 тысяч долларов. Для нас это, в принципе, смешные деньги. Нет, мы как Вася, мы на велике уедем. А, ну, согласен, да. Здесь, судя по всему, что за история со взломом, он попытался XSS сюда впихнуть. Но у нас все-таки, это, вырезается дерьмо. Хотя, может быть, у нас сейчас в консоли написано, что Саня и Никита плохие педерасты. В общем, спасибо. Я просто хочу уже перейти к последней. Давай, последняя ветка. Она... Я даже не знаю. Это вот как... Как тебе сказать? То есть у тебя был какой-то длинный такой день, и в конце дня ты вот со своей девушкой встречаешься и гуляешь вечером под луной. И вот так же нам слипн коут... Сплин коут, простите. Прорекомментировал последний такой свой завершающий наш подкаст комментарий. Как обычно, кому нравится его сериал про его жизнь, вы зайдите и прочитайте у нас на сайте, потому что мы не будем все опять это зачитывать. Да. Здесь видос много. Да. Он рассказывает про другую проблему. Вот, говорит... Я, говорит... Опять же, он много чего умеет, много чего могет, потому что он описывает какие-то технологии, которые он использует. У него было задание на работе, сделать графический такой редактор, такой, кто понимает, вот если взять, короче, аксесс майкрософтовский, и там можно двигать баски туда-сюда. Ну, можно, да. Там как-то это называется, типа схема данных или что-то такое. Да, вот ему такую примерно хрень надо было написать самому. Чтобы потом XML-ка импортировалась, как-то там подвинул и что сделал. Да. И, то есть, данные сцеплять, расцеплять, join, сjoin'ивать. И вот для этого графический интерфейс. Он, значит, начал как добрый, здоровый, хороший, не больной программист, еще пока, открыл все и начал сам писать. И понял, что ни хрена себе, мне надо тут, значит, анимацию поднимать. На ноль поделить. Мне надо, короче, кучу тонны информации перелопатить. И, говорит, практически в последний день уже думаю, все, увольняться надо нахрен. Мне, значит, сеньор такой, говорит, сеньор, помидор, говорит, а че ты, говорит, просто не взял библиотеку гугловскую, там, вот, и все, мы сейчас на Google Docs с тобой, там, этот. И все, они сделали, и это заработало практически за день. То есть, взял и использовал готовое решение. И, говорит, а вот это вообще нормально? У него тут случился такой переломный момент. Это, говорит, вообще нормально, ненормально использовать чужие какие-то наработки. в своих проектах. Ведь это ни хрена тебе к мозгу-то не добавляет. То есть, мы что-то велосипеды все используем, ездим на них, да, но... А делать-то их не умеем. Мы, типа, не настоящий программист, конечно. Мы так имплементатор. Имплементатор, да. И это проблема, действительно. То есть, он спрашивает у нас вообще оценка вот этой ситуации. Это вот bullshit? Или это, может быть, что-то другое, не bullshit? Ему Ник Бомбалеевич тут отвечает. То есть, вы все... Он, кстати, приводит в пример Дмитрия Барановского, который сделал FIO UGS, потом Snap SVG для работы со SVG. И вот он теперь, пожалуйста, работает в Adobe. Да. То есть, люди, которые сами, вроде бы, свои велосипеды стали крутые, они, как бы, неплохие чуваки сейчас. Но как же они тогда справлялись? Им же на работе тоже надо было быстро там что-то делать и так далее, пользоваться готовыми решениями. Да, то есть, вот вы завязку поняли. Дальше идут комментарии наших подписчиков, слушателей. Ник Бомбалеевич, как бы, продолжая вот эту всю дискуссию, тоже достаточно емкий комментарий пишет с блин-коду. Говорит, вот, говорит, джуниор учится работать, мидл работает, а сеньор учится не работать. Вот так вот. И он говорит, что да, конечно же, понятно, что если тебе надо решать какую-то хрень, тебе надо ее решить. Это зависит от того, в какой компании ты работаешь. Или у тебя компания продуктовая, которая делает продукт, не питание, а ПО. Или непродуктовая, которая делает просто какие-то решения. И там невыгодно использовать собственные наработки, использовать готовые, потому что тем самым ты повышаешь продуктивность. Продуктивность напрямую зависит от того, как у тебя конвейер налажен. Причем надо здесь заметить, не всегда, но часто продуктовые компании, которые делают какой-то инновационный продукт, или какой-то свой такой, я не знаю, как это сказать-то, короче, какую-то такую ценность делают реально для программирования. Это в основном большие компании, надо сказать. Естественно, потому что только они могут себе позволить инвестиции впуливать. У них, что характерно, кроме вот этих продуктов, у них есть и непродуктовые вещи, которые их кормят до хрена. Если говорить про Яндекс, у них есть их Яндекс.Поиск. Я уверен, там тоже много всякого написано. Яндекс.Директ, да. Там, я думаю, много и готовых решений используются, потому что это уже бизнес. Конечно. А вот все, которые вещи, они наработки делают, это практически хобби. Это research and development, да. Да. И на самом деле из этого вытекает именно и ответ, что... Ну вот, опять же, Бомбалеевич круто ответил, что развитие разработчика – это дело самого разработчика. И я тут скажу свою любимую метафору, которую мы с Никитой в частных беседах используем, что ты на работе, ты работаешь, а вот развиваешься, ты самосовершенствуешься и пишешь свои проекты дома вечером под одеялом, пока никто не видит. Да. Потому что не будет у тебя времени на работе и реализовывать... Может быть, будет, может быть, тебе повезло, может быть, ты тот самый Вася, который потом на велосипеде будет ездить до завода. Я тебе больше скажу, что практически никогда так не везет, и оно все равно уйдет к тому, что тебе это все будет неохота делать. Даже, знаешь, возьмем каких-нибудь видеоблогеров просто. Я взял людей как главных разгильдяев, так скажем. Пьюдипая. Возьмем Пьюдипая. Просто я уверен, что он уже вот эти все выпуски, которые они делают, это уже просто как работа. Тебе нужно это записать. Он, может быть, не хотел бы, но нужно записать. Потому что это деньги, деньги компании, а у него, я уверен, уже целая команда этим трудится и зарабатывает. Поэтому тут вопрос. Да даже плюс 100-500 тот же самый. Это нужно делать для Карамбе. Да, они сначала делали это как хобби. Конечно. Потом у них это началось индустрия. И он начал потом, понял, что, ну, как бы, там они уже использовали наработки, так скажем, ну, знаешь, традиционный интертеймент. Посмотрели, как делаются ролики просто на телевидении, начали уже делать более там по законам каким-то. И тут же появился проект, который он делает вечером под одеялом, типа Moran Days. И это он уже, опять же, его хобби, и это опять уже сместилось в другое русло. И там он уже начал свои наработки пробовать. Тоже форматы. Ну, там у него не скринкасты, а у него именно видеокасты, так скажем. Про, гоупро касты. Влоги, влоги, видеоблоги. Просто, видимо, то, что начинает касаться, сильно соприкасаться с деньгами, всегда, скорее всего, это то, что придется себя заставлять делать. И просто нужна максимальная продуктивность. А она подразумевает использование уже чужих наработок. Ну, никак иначе. Просто тебе надо максимально быстро это сделать. Ничего в этом зазорного нет. А для того, чтобы развиваться, надо находить время отдельное. То есть, вот, допустим, как мы на работе делаем, маленький пример из жизни. У нас есть проекты, которые мы непосредственно делаем для клиентов. Сайты. Можете у нас заказывать. Так. Так вот, и их мы делаем максимально эффективно с использованием чужих наработок, либо своих. Но эти свои наработки, которые мы делаем, мы делаем в свободное время для другого нашего продукта, нашей CRM-ки, собственно, для работы с этими же клиентами. И вот ее мы каждый раз делаем в свободное время. По выходным. Когда-то еще там, в отпуск, в ночь, утром в туалете, когда вот ты встал только еще перед работой и так далее, успел закоммитить, какой-нибудь что-нибудь пушнуть, какой-нибудь билд тестовый и так далее. Но если ты хочешь, как Дмитрий Барановский, потом в Adobe попасть, то ты должен попотеть. Да, я думаю, он попотел. Я думаю, он все эти библиотеки писал, за это ему никто не платил. Он их писал в свободное время, просто потому, что он мятежный духом был. Евангелист, SVG-евангелист. И JavaScript, как следствие, раз на нем написал в библиотеке. И только потом это дало. И потом он уже в работе свои наработки использовал, но он их не во время работы сделал, а все-таки в другое время. Поэтому тут как бы вопрос того, не бывает, что ты и рыбку съешь, и косточкой не подаешься. Точнее, бывает, но, повторюсь, такие случаи реально редки. Просто потому, что в другие моменты у тебя будут дедлайны, надо сделать. Если ты будешь под каждый свой велосипед в удовольствие делать, ну, ты не выдаешь просто достойную продуктивную. И ты должен понять, ага, уже на пяти проектах я использовал чужую наработку, но она мне не сильно нравится. Я бы сделал лучше. Возьму-ка и вечером после работы начну делать свою, которая это заменит. Десять тысяч вечеров ее будешь делать, и потом уже будешь использовать свою наработку. Да, да. Но ты, опять же, будешь не каждый раз новую делать, а использовать свое, но также repetitive, также повторяясь, и да. Ну, возможно, больше удовольствия. Да, повторять ты будешь не кого-то, а себя. А Дмитрия Барановского. Ну да, да. Можно, я в принципе, думаю, завершаться, переходя к обойке. Да, я свернул как раз все. И здесь у меня много вариантов возникло, когда ты кинул. То есть понятно, что здесь легко определить, где наш подкаст находится, ну, с одной стороны, да, и взять просто, что наш подкаст, это вот эти вот домики занесенные. А что снег? Чем занесенные домики? Темами слушателей? Возможно, да, информацией. А может быть, снег, и это конкретно наш подкаст. А вот домики, это там, где слушатели наши живут. Я не знаю, они как бы привыкли к тому, что долгая суровая зима, а их заносит информация вот этим подкастом, и они там тепло под пледом, под одеялом делают свои снэпы с VG. Да, наконец-то сплинкод пишет свою библиотеку мечты. Да. Сплинкод и свечи. Вот, поэтому... У меня другая версия. У меня версия, что вся композиция, это наш подкаст. И включая ветер? Включая ветер даже, потому что ветер, это оптоволокно, по которому мчатся все темы к нам в компьютеры, в лаптопы. Вау. А эти два домика, это мы с тобой. Вау. Я пониже, я так понимаю? Наши слушатели, они... Я не знаю, кто ты тут. Возможно, я больше занесен под снегом, потому что я больше тем отбираю. Я прям в нем. А, ты то есть в треугольной крыше? Да. А я еще немножко подтарчиваю. Да, ты еще тарчишь чуть-чуть. У тебя крыша... Ой, труба хотя бы есть. У меня можно выбраться, у меня посидеть на крыше, если что. Да, да. Если наши слушатели, они на наших крышах и сидят. Ух ты. И вот это все тоже наблюдает вместе с нами. Как-то так. Ну, отлично. Мне понравилось. Да, будем завершаться. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Подписывайтесь на канал в Телеграме. Просите, что наш чатик в Телеграме пишите мне веб-саня. Ставьте лайки обязательно под Ютубом. Это нас увеличивает в ранжировании по ключевым запросам. Подписывайтесь на Ютуб-канал. У нас уже больше 20 тысяч подписчиков. Ура. Спасибо вам. Да. И да, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня. Возможно, кстати, это последний подкаст перед отпуском. Я думаю, у нас никто не заметит, потому что все на дачах. Да, возможно, этот подкаст еще меньше, чем 2000 посмотрят. И как-то все в сентябре такие, о, ЮАП Дизайн же есть. О. Да, нихрена. Ну, неважно. В общем, или до отпуска до сентября или еще через неделю выйдем. Посмотрим. Ничего не обещаем пока. Возможно, опять в Блиц-формате выйдем. Просто сказать хей-хей, привет и пока. Ладно, удачного всем дня. Пока. Пока.